Добрый вечер! Вы смотрите прямую линию с главой Якутии Айсеном Николаевым. В студии работаем Олег Марков и Алена Шестакова. Здравствуйте! Это специальная программа, которую для вас подготовили национально-овещательная компания «Саха» и филиал Всероссийской государственной телерадиокомпании «ГТРК Саха». Айсен Сергеевич, добрый вечер! Добрый вечер! Перед тем, как начать нашу прямую линию, разрешите объяснить ход нашей программы. Уже поступают звонки от наших телезрителей и радиослушателей. В этом нам поможет колл-центр, где работает наша коллега Оксана Устинова. Здравствуйте, Оксана! Добрый вечер, Айсен Сергеевич, коллеги! Здравствуйте, уважаемые наши телезрители и радиослушатели! Уже с начала эфира в наш колл-центр поступают вопросы к главе региона. Ваши вопросы мы принимаем по многоканальному номеру 3201-11, код города 4112. Спасибо, Оксана! Сегодня наша программа выходит в прямом эфире на телеканалах «Россия-24», «НВК Саха», «Якутия-24», а также радиоканалах «ТТИТИМ» и «Радио России». Также многие следят за нашим эфиром в наших социальных сетях – ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм, Ютуб, а также через персональные компьютеры можете посмотреть в сервисе «Яндекс.Эфир». Отмечу, что и в социальных сетях вы можете задать свои вопросы. Сегодня мы будем говорить о развитии самого большого региона страны, о будущем Якутии и задачах, которые стоят перед руководством республики и ее жителями. Сегодня, в канун Дня Республики, глава Якутии отвечает на наши вопросы. Айсен Сергеевич, разрешите поздравить вас с наступающим Днем Республики? Спасибо. И вас также. Айсен Сергеевич, вот завтра в День Республики исполняется ровно 7 месяцев с момента вашей инаугурации на должность избранного главы Якутии. А еще через месяц, 28 мая, будет год, как вы фактически руководите регионом. Вот за это время ваши ощущения, они как-то изменились? Вообще, каково это быть Илдарханом? Еще раз добрый вечер. Здравствуйте. Конечно же, пользуясь случаем, я хотел бы вначале поздравить всех телезрителей, всех жителей нашей большой, огромной, многонациональной республики с одним из наших главных государственных праздников Якутии, с Днем Республики, который мы завтра будем все отмечать. Пожелать всем успехов, удачи, процветания нашей родной республики. А что касается вашего вопроса, на самом деле, я большой разницы не чувствую. Есть только очень большая ответственность. Большая ответственность и гордость. Ответственность за то, что огромное количество людей, жителей республики проголосовало за меня, дало мне возможность представлять их интересы, чтобы я защищал интересы всего многонационального народа республики. Это, знаете, огромная ответственность, но, еще раз говорю, это огромная гордость. И, конечно же, это огромный шанс, на самом деле, вот все, к чему готовилась жизнь, всю жизнь, так трудовую, реализовать, реализовать те идеи, которые у тебя есть, во благо того, чтобы люди в нашей республике жили богато и счастливо. Такой шанс дается далеко не каждому, и этот шанс, конечно же, я обязан использовать, еще раз говорю, во благо каждого жителя нашей Якутии. Сегодня вы с министром промышленности и торговли России Денисом Мантровым дали старт строительству уже тайской судоверфи. Ранее говорилось, что она войдет в торг «Кангаласы», и насколько оправдали себя наши торы? Буквально Денис Валентинович пару часов назад вылетел из Якутска. Была очень плодотворная, хорошая поездка. Конечно же, мы дали старт сегодня, как правильно сказали, на самом деле, очень серьезному, системообразующему во многом проекту в нашей республике. Это строительство жатайской судоверфи. Абсолютно новый проект, который вдохнет жизнь и в сам жатай, вдохнет жизнь в дальнейшее развитие нашего речного флота. У нас к концу 2021 года должна быть построена судоверфь, которая позволит строить до десяти речных судов разных классов здесь у нас в Жатае. Это в дальнейшем позволит нам еще модернизировать жатайский судоремонтный завод, который сегодня уже есть. Позволит утилизировать суда. В общем, сделает якутскую агломерацию на самом деле центром судостроения огромного бассейна. Не только реки Лена, но и других рек, которые у нас впадают в Северно-Ледовитый океан. Конечно же, без помощи огромной и президента страны, и правительства Российской Федерации этого не удалось бы достичь. Проект стоит свыше почти 5 миллиардов рублей, порядка 5,5 миллиардов рублей. Из них 4 миллиарда 200 миллионов практически это средства пойдут из федерального бюджета. 750 это будет вклад республики, ну и оставшиеся суммы, это уже должны быть привлеченные внебюджетные средства. Еще раз говорю, что объект должен быть построен уже в 2021 году. Мы сегодня с Денисом Валентиновичем договорились, что в 2021 году первое судно уже должно быть заложено на новой жатайской судоверфи. И в 2022 году, в год столетия республики, мы должны первый корабль уже спустить на воду. Задача очень амбициозная. Я уверен, что мы все вместе сможем решить эту задачу. Что касается наших торов, то и Денис Валентинович сегодня об этом говорил, и я об этом постоянно говорю, что, конечно же, они очень правильно в направлении развиваются. Вот сегодня мы здесь, Тасар-Кангалас, ряд объектов их посетили. Мы видели, как развивается уже производство, которое несколько лет работает в Тасар-Кангаласе. Это и производство котлов длительного горения, это и производство пластиковых труб для нужд жилищно-коммунального хозяйства, для нужд газификации. Ребята, я помню, как они начинали практически с нуля, практически без рубля в кармане. И вот с помощью тех институтов развития, которые у нас и в городе, и в республике есть, выросли за эти годы уже достаточно крупные, уверенные предприятия. Сегодня мы также были и в ювелирно-гранильном кластере, который мы, конечно же, также дальше будем развивать. Мы все понимаем, что эти отрасли, и ювелирная, и гранильная отрасль, это те направления, в которых у нас есть хорошие компетенции. И, конечно, мы сделаем все, чтобы вернуть былую славу и якутской огранке, и якутской ювелирке. Хотя немножко не по профилю, но вот мы с министром промышленности заехали сегодня также и в Союри, где у нас практически второй этап завершен. Сейчас уже идут наладочные работы окончательные. вовсе уже там снимают урожай салатов, уже огурцы на подходе. Так, 14 мая уже будет торжественное открытие с участием наших японских коллег. И я помню, как несколько лет назад тут многие скептики говорили, что никогда такого проекта здесь у нас не будет, никогда он не заработает. Говорили там про эти помидоры и огурцы, которых никто никогда не увидит. Но вот сегодня реальность, она уже такая, что это все у нас уже в Якутске появилось. И это не просто новые рабочие места для СРДАХа, это не просто новые какие-то технологии, это на самом деле обеспечение нашей продовольственной безопасности. Нас с вами, жители города Якутска. Тоже очень важный вопрос. В IT-парке мы сегодня видим, что опять же, назло всем скептикам, развитие идет просто по экспоненте. Я помню, когда мы в декабре открывали IT-парк, тут многие писали, что зачем этот IT-парк, как он 9 тысяч квадратных метров, да там футбол будут играть, там пусто будет, так некому там будет. Сегодня уже 43 компании резидента IT-парка, еще заявки поступают. И сегодня уже ребята, напомню, говорят, что если такими темпами мы будем развиваться, скоро нам нужен второй IT-парк. Я все-таки предложил как-то идти шаг за шагом. Вместе с тем, еще раз говорю, развитие наших новых территорий, опережающего развития, развитие институтов развития, которые у нас есть в республике, оно показывает, что республика в свое время правильный выбор сделала, сделала ставку на инновационные технологии, на несырьевые технологии, именно вот здесь в развитии, в части якутской агломерации. И результат уже очевиден, и скоро, я думаю, что не только республика, но и вся страна это все увидит. Асен Сергеевич, вопрос строительства суда верфи наконец-то решился на федеральном уровне, а вот что все-таки с Ленским мостом? Это у нас уже такая добрая традиция, на каждом прямом эфире про Ленский мост говорить. А в руки с новости? На самом деле, конечно, мы Ленским мостом очень плотно занимаемся, работает проектная наша команда во главе с Кириллом Ильичем Бычковым, которая практически в ежедневном режиме работает и с федеральными органами власти, с муниципальными органами, работает по вопросам подготовки технико-экономических разных расчетов. Это вот на низоумровании. На более высоком, конечно, я уже сам непосредственно встречаюсь постоянно с руководителями федеральных министерств, с рядом руководителями администрации президента Российской Федерации. И на самом деле проект движется. Вот та задача, которая была озвучена о том, чтобы у нас отраслевые министерства между собой договорились, она, наверное, вот в черновом варианте уже мы видим, что она уже близится к концу, уже ряд согласований, причем не на словах, а на бумаге с подписями, как говорится, синие печати уже получены. Но, конечно же, сейчас мы очень большое внимание уделяем тому аспекту, который раньше нами не доучитывался. Это вопросы экономического обоснования. Мы все понимаем, что затраты на северный завоз при строительстве моста, например, резко снизятся, что увеличится грузопотоп, что освоение тех же месторождений газовых в Центральной Якутии, и так оно пойдет более быстрыми темпами, что могут появиться новые производства, что из-за того, что круглогодично будет доступен город Якутск, например, цены теоретически на товары могут тоже упасть. Но вот просчитанных этих цифр, реальных цифр, там до копейки, до рубля, к сожалению, до недавнего времени у республики не было. Мы как-то больше все политически пытались вопросы решить, геостратегически. Тоже верный подход, но все-таки в нынешнее время, когда денег на самом деле не так много, и за каждый проект все-таки надо нести ответственность, в том числе экономическую, такие вещи надо правильно делать. И вот мы сейчас с привлечением хороших экспертов занимаемся подготовкой этих обоснований. Я уверен, что уже к осени этого года, к сентябрю, у нас реальные результаты появятся. И вот на нашем традиционном уже, наверное, прямом эфире, который пойдет в следующий, наверное, надеюсь, в сентябре месяце, мы с вами уже сможем более четко там по каким-то достижениям в части решения этой, на самом деле, важнейшей для нашей республики проблемы уже поговорить. Спасибо, Александр Сергеевич. Уже поступают телефонные звонки. Слово колл-центру. Оксана. Еще раз добрый вечер. Как я уже говорила с начала эфира, в наш центр приема звонков поступило множество вопросов к Александру Сергеевичу. Конечно, из года в год темы повторяются. Это образование, здравоохранение, пенсии и зарплаты. И сейчас с нами на связи Денис Барков. Денис Валерьевич, добрый вечер. Мы вас слушаем. Александр Сергеевич, добрый вечер. Меня зовут Денис Барков. Я живу в Великолынском районе, в поселке Заянка. В прошлом году, как вы знаете, нас очень сильно затопило. И хотелось бы узнать, что нас ожидает в этом году. Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос, Денис. Я не Господь Бог, чтобы точно вам сказать, какой у нас будет в этом году поводок. Я могу только исходить из той информации, которая у меня есть, которую мне предоставляют службы Росгидромета и службы МЧС. Могу сказать, что, к сожалению, по Колыме у нас все-таки лед выше нормы. Как раз от Заянки до Среднеколымска. Мы ожидаем, что поводок, он пройдет выше нормы. И, к сожалению, это становится уже у нас по Колыме нормой. Так каждый год у нас, в принципе, достаточно серьезный уровень воды. Но вот еще раз говорю, мы предполагаем, а Бог располагает. Надеюсь, что все-таки последствий таких, как по прошлому году, все-таки мы избежим. Что касается в целом поводковой ситуации по республике, то в остальных регионах она достаточно спокойная. Есть определенные опасения по центральной части Якутии. Но я надеюсь, что вся морозная погода, которая у нас практически весь апрель стояла, ветреная достаточно, она все-таки, вот эти процессы по ветриванию пошли гораздо быстрее. У нас все-таки поводок и в центральной Якутии пройдет нормально. Что касается других рек, таких как Амга, Алдан и так далее, то мы ожидаем здесь поводок в пределах нормы, без особых каких-то серьезных потрясений. Но при всем при этом, конечно же, все спасательные службы, все те структуры, которые должны заниматься вопросами поводка, они все находятся уже сейчас в режиме постоянной готовности. Мы сейчас уже установили ответственность по министрам, по заместителям министра, по тем районам, которые у нас могут теоретически попасть в зону затопления. Это 19 муниципальных районов. Там, где у нас особые такие всегда вопросы возникают, там оперативные группы будут разворачиваться. В начале мая я сам тоже, также с одной из таких групп вылечу в Ленск, чтобы на месте, может быть, даже с участием министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, из-за начала провести определенный смотр наших сил и возможностей и оценить еще раз нашу подготовку к поводку. Что касается финансовых средств, то уже финансовые резервы и на уровне республики, и на уровне муниципалитетов они сформированы. И еще раз хочу сказать, что мы сделаем все, чтобы поводок в нашей республике прошел без эксцессов. Спасибо. Асен Сергеевич, у меня есть еще один вопрос. Как вы оцениваете работу правительства, которое сформировали в октябре? Положительно. На самом деле правительство, я считаю, что ведет очень такую правильную политику по реализации той стратегии, которая нами определена на период до 1932 года, по реализации национальных проектов Российской Федерации, по реализации стратегических указов развития республики, описанных мною в 2018 году. Правительство у нас обновлено крайне серьезно. Многие этого не до конца, по-моему, понимают, но правительство обновлено на 75%. То есть очень серьезное, кардинальное обновление. Мы также при этом оптимизировали структуру правительства. Если кто не помнит, в прошлом году 4 органа власти было ликвидировано. У нас сокращение, реальное сокращение прошло по всем органам госвласти, порядка 7% от работающих. И это нам позволило сэкономить в бюджете по разным оценкам от 350 до 400 миллионов рублей ежегодно. Это достаточно большая сумма. Это не пару джипов продать. И я думаю, что вот эти суммы как раз сейчас позволяют нам в том числе решать социальные вопросы, которые в нашей республике по всем районам, по всем городам, конечно же, достаточно остро есть. Александр Сергеевич, Вам республика досталась довольно-таки тяжелом финансовом состоянии. Как преодолели многомиллиардный кассовый разрыв и как обстоят сегодня дела? Конечно же, правильная финансовая политика – это основа любого управления. К сожалению, в силу там ряда объективных, субъективных причин бюджет прошлого года, он был на середину года крайне разбалансирован. У нас была большая кредиторская задолженность еще по 2017 году. Достигавшая там многих миллиардов рублей. У нас многие расходы бюджета вообще не были заложены в бюджете, такие как вот субсидий на коммунальный комплекс. Более того, даже по некоторым направлениям не были заложены расходы на выплату заработной платы по работникам бюджетной сферы. Поэтому пришлось достаточно большую работу провести, во-первых, по оптимизации наших расходов. Ряд расходов мы были вынуждены сократить, причем достаточно жестко. Мы также провели работу с федеральным центром, в части каких-то опережающих трансфертов, в части помощи по поводку. И я здесь хочу сказать, что впервые за многие десятилетия, наверное, республика, средства, которые мы должны были получить на возмещение ущерба от чрезвычайной ситуации по поводку, мы получили буквально через 4 месяца уже начали деньги эти получать. Обычно мы их получали через год, через полтора, вот в таком режиме. А тут буквально уже к осени деньги уже поступили на счета, уже не только республиканские, но уже на счета тех граждан, которые реально потеряли свое имущество. И, конечно же, я здесь хочу сказать, что огромную помощь оказала компания «Алроса». Они поддержали нас, и была изменена политика выплаты дивидендов. Мы по компании «Алроса» перешли на полугодовую выплату дивидендов, и это позволило нам в прошлом году получить полуторагодовую норму дивидендов. И вот за счет как раз этой разницы мы смогли в целом выправить ситуацию, закрыть те долги, которые были. Ну а в конце года все-таки вот правильная работа с крупнейшими нашими другими налогоплательщиками, такими как «Сургутнефтегаз», «Тасюрехнефтегаздобыча», она позволила нам привлечь также еще более дополнительные средства бюджета республики, что позволило нам, еще раз говорю, с достаточно хорошим, уверенно ее закончить. Бюджет этого года исполняется тоже стабильно, никаких там провалов нет. Не могу сказать, что у нас там сверхдоходы дополнительные поступают, к сожалению, их нет. Но мы как раз, когда планировали бюджет, мы исходили из того, что мы должны как раз и доходы, и расходы в нашем бюджете представлять реальными. Не пытаться делить шкуру неубитого медведя, или не пытаться там что-то в сторону отложить, а вот именно что есть, то уже на расходы и отправить. И эта политика себя, на мой взгляд, оправдывает. И вот я отчитывался перед депутатами государственного собрания и встречался с ними еще до сессии. Вот как раз вопросы ихние, они говорят о том, что они прекрасно понимают сегодняшнюю бюджетную политику, они в нее хорошо уже начинают разбираться. И те вопросы, которые они ставят, они абсолютно вот такие уже реальные. И как раз мы вместе с ними, уже сообщая с депутатами всех фракций, решаем общее дело обеспечения надежной, в том числе, бюджетной устойчивости нашей республики. Спасибо, Асен Сергеевич. Мы продолжаем прямую линию. И я напомню, что свои вопросы вы можете задать также и через социальные сети. Адреса вы видите на своих экранах. Да, к этой минуте у нас прямое включение из города Нерингри. Наш корреспондент Сергей Козюра на связи. Сергей, добрый вечер. Вам слово. Добрый вечер, коллеги. Асен Сергеевич, здравствуйте. Один из наиболее острых вопросов по Нерингринскому району о программе переселения из ветхого аварийного жилья. К сожалению, первый этап из-за проблем с застройщиком в поселке Серебряный Бор вызвал волну негодований. И вот на пороге второй этап. Рядом со мной сейчас находится Тотская Оксана Николаевна, у которой есть вопрос как раз по данной теме. Оксана Николаевна, пожалуйста. Здравствуйте. Наш дом попал в новую программу переселения. Говорят, что условия второго этапа изменены не так, как первый этап. В чем отличие и что нас ожидает? Тут стоит добавить, что на самом деле этот вопрос волнует многих. Спасибо. Асен Сергеевич, такие же вопросы поступают из города Нерингри, Мирный тоже. Спасибо за вопрос. Конечно же, проблема аварийного жилья, она беспокоит жителей не только Нерингри, не только Мирного, но и практически всех муниципальных образований нашей республики. Конечно же, мы все прекрасно помним, как реализовывался первый этап. Несмотря на все трудности, в том числе, как раз упомянули и Серебряный Борг, программа в целом была выполнена, пусть и практически с более чем годовым опозданием по республике, но она сегодня считается завершенной. Мы расселили порядка 490 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Но сейчас в ходе реализации второго этапа мы должны переселить жителей из более чем в два раза превышающего этого объема. То есть мы должны переселить жителей из 1 миллиона 140 тысяч квадратных метров аварийного жилья по всем 36 муниципальным образованиям республики. Но в первом этапе это было 25 районов. Сейчас уже все 36 районов попали в действие этой программы. Вот это первое отличие. Второе отличие, вот как раз товарищи из Нерингры про это говорили, в том, что при реализации первого этапа это все реализовывалось через муниципальные образования. Причем даже не муниципальные районы, а это было на уровне муниципальных образований поселенческих. И в результате мы имели колоссальные проблемы в части качества домов, которые были сданы, и в качестве сроков, так по срокам исполнения тех или иных контрактов. Конечно же, когда мы имеем дело, еще раз говорю, с гораздо еще большим объемом, то, конечно, тут никакой риск не допустим. Мы должны сделать все, чтобы дома были построены вовремя и построены качественно. Поэтому было принято решение, и вот сейчас руководитель фонда реформирования ЖКХ ЦИЦИН у нас два дня назад был в Якутске, он полностью поддержал нашу позицию, о том, чтобы централизовать это все на уровне республики. Сейчас создана специальная дирекция по жилищному строительству республики, которая подчиняется Министерству строительства, которая полностью будет заниматься этим вопросом. То есть, организация работы по расселению жителей из аварийного жилого фонда в рамках второго этапа переселения. Они, конечно, будут взаимодействовать с муниципальными районами, потому что с районов поселений, городов никто ответственности не снимает, первичная информация вся у них находится. Вместе с тем, организация самой работы, она будет у нас сосредоточена на уровне республики. Вот я считаю, что это даст лучшие плоды. Ну и, конечно, сейчас уже есть различные новеллы в части того, что, например, более активнее, чем на первом этапе, например, будет предлагаться людям компенсация за аварийное жилье, денежное. Вот об этом многие говорят. И вот недавно даже министр строительства выступал, его, правда, не так поняли, так он решили, что он за то, чтобы людей вообще с Арктики всех переселить. Хотя, на самом деле, вот я сам лично с ним общался, с Якушем Владимировичем, он имел в виду, что, и я его в этом поддерживаю, что многие у нас жители старшего поколения, пожилые люди, которые остались сейчас даже одни, например, на северах, хотели бы переехать к своим детям в тот же Якутск, например, или в другой регион страны, где их родные живут. Но этого не могут сделать, потому что ни денег нет, а единственное, что у них есть, это старые аварийные дома. Ну почему бы им за эти дома не получить достойную компенсацию, которая позволит им такое же жилье, ну, на хорошее жилье получить уже в другом регионе страны. Я считаю, что это вполне такой допустимый вариант, который, конечно же, будет рассматриваться и решаться. Поэтому правительство Республики Саха-Якутия вместе с нашими муниципальными образованиями, я уверен, сделает все, чтобы вот ошибок первого этапа не допустить, а наоборот все сделать, чтобы вот на самом деле очень сложная, очень важная задача у нас стоит, вот, проселение огромного количества аварийного жилья, чтобы она выполнена качественно и в срок. И хочу напомнить, что 20% вот всей этой программы, которая вот сегодня по всей стране работает, это как раз расселение жителей нашей Якутии из аварийного жилого фонда. Спасибо, Александр Сергеевич. Мы благодарим нашего корреспондента Сергея Козиру. Ну а мы продолжаем прямую линию, и прямо сейчас мы вновь перенесемся в колл-центр. Оксана, вам слово. Спасибо, коллеги. Наш колл-центр буквально разрывается от звонков наших телезрителей и радиослушателей. А сейчас свой вопрос хочет задать житель города Якутска Святослав Григорьев. Святослав Павлович, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Ваш вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Ну, это прошу всех, радикам всех. Александр Сергеевич, мы жители Тайско-Скарского округа в нашей столице. Вот такой вопрос. Можно ли в рамках государственной программы формирование современной городской среды на территории Республики Саря-Якутия на 18-20-е годы? Разработка дельевой программы было в рамках государственного округа и включая Озеро-Сай-Саре. Эти Озеро-Сай-Саре имеют для нашего народа очень глубокий смысл. Спасибо. Спасибо. Ну, вопрос, конечно, был слышен очень плохо, но, как я понял, что вопрос касается программы благоустройства, в том числе благоустройства Сай-Сарского округа. Вопрос был по дорогам и вопрос был по Озеро-Сай-Сары. Я считаю, что здесь, конечно же, работа у нас будет идти. В целом, по городу Якутску та программа, которая сегодня согласована и реализуется городской администрацией, она достаточно большая. По этому году 25 километров дорог. Всего за 5 лет должно быть сделано 200 километров дорог. Это очень сложная, очень важная задача, которую, я надеюсь, вот еще раз говоря, администрация города сможет полностью и в сроке решить. Сейчас объявлены конкурсы и, в принципе, руководство города постоянно докладывает о продвижении данного проекта. Сейчас работы уже начались на улице Чайковского, как раз в Сайсарах. Ну, там, в принципе, это не контракт не этого года, это контракт прошлого года, его должны в этом году завершить. Так, вот там, вот в районе улицы Кеша-Алексеева Чайковская сейчас делается. Что касается озера Сайсары, конечно же, в рамках благоустройства городской среды, я считаю, что это один из важнейших проектов и города, и республики, с тем, чтобы мы здесь, вот, практически в центре города, получили очень хороший объект, общественное пространство, чтобы человек мог пройти пешком вокруг озера Сайсары. Вот если так просто говорить, и не просто пройти там, да, вот нормальные, хорошие условия, с хорошей архитектурой, с местами отдыха. Здесь проекты общего подхода у нас уже сформированы. В прошлом году нам достаточно здесь работу проводить, помогала вот КБ «Стрелка», один из ведущих таких, одно из ведущих учреждений России в этом направлении. Этот проект был поддержан и Министерством строительства Российской Федерации. Поэтому я надеюсь, что мы вот с городом как раз в этом направлении сможем в дальнейшем, как бы, и этот проект дальше продвигать. Насколько я знаю, сейчас в бюджете города определенные средства на дальнейшую реализацию этого проекта заложены, на проектную смертную документацию, и при наличии этой проектной смертной документации вопросы софинансирования из федерального бюджета, из республиканского бюджета мы, конечно, будем совместно с городом решать. Асен Сергеевич, за последние несколько месяцев у нас в Якутске прошли соревнования российского мирового уровня. Это чемпионат России по боксу, чемпионат мира по масс-рестлингу и кубок мира по вольной борьбе. Вот что это дает для развития спорта в республике? Конечно, проведение таких глобальных соревнований, оно дает, в первую очередь, это, знаете, стимул для детей заниматься спортом. Вот я, когда мы кубок мира проводили, видел глаза наших ребятишек, которых мы, вот, в Триумф, они бесплатные у нас, порядка 500 детей ходили, два дня спортсмены ездили в детско-юношеские спортивные школы, я видел глаза вот детей, которые вживую увидели легенд, на самом деле, мировой борьбы, которые вот вживую пришли к ним сюда, в Якутск, так, и с ними общались, показывались те или иные приемы и так далее. Мотивация. И, конечно, это огромная мотивация. Это для ребенка, вот, для которой начинается заниматься спортом, я считаю, что это лучший стимул. Так, и я уверен, что, вот, как раз проведение, вот, того же Кубка мира по вольной борьбе, который мы провели на высочайшем уровне, и об этом, вот, мне недавно передавали, что Нерат Лалович, президент, вот, объединенного мира борьбы, как раз, вот, сейчас, недавно на чемпионате Европы по вольной борьбе, тоже об этом везде говорил, что, вот, как в Якутии проводят, так, мы никогда и не видели, что в соревновании по вольной борьбе Кубок мира проводился на таком высоком уровне. Это очень высокая оценка, оценка не только нас, как организаторов, но оценка в целом и якутян, как болельщиков, как тех людей, которые борьбу любят, понимают. И, конечно, то, что у нас, в нашем регионе, проведение такого крупного международного соревнования даст новый импульс развитию спорта, я в этом уверен. Ну, а дело нас, как властей, все-таки помогать населению больше заниматься спортом. Здесь у нас есть разные подходы. Мы можем и должны, конечно, строить новые спортивные объекты, они будут строиться, причем как большие, так и малые. Ну, и, конечно же, мы должны все-таки каким-то образом, скажем так, реорганизовать систему занятий спортом, с тем, чтобы как можно больше людей получило возможность вот теми же спортивными сооружениями, которые уже сегодня у нас есть, пользоваться. С этой точки зрения у нас, к сожалению, административных барьеров достаточно много. Вот те же спортивные наши залы в школах, они, ну, во многом стали уже притчей языцах, когда вот в селе, например, люди хотят ходить туда, так, а у нас там по тем или иным причинам, начиная там от пожарной безопасности, заканчивая там антитеррористическими угрозами, да, людям там достаточно серьезно, ну, проблематично заниматься спортом. Ну, я думаю, что вот эти барьеры мы постепенно будем в ближайшее время снимать для того, чтобы, еще раз говорю, наши спортивные сооружения не простаивали и как можно больше людей реально занималось спортом, вело здоровый образ жизни. Спасибо, Айсен Сергеевич. Мы обращаемся к колл-центру. Оксана, поступают телефонные звонки. Мы продолжаем принимать звонки, а я напоминаю вам наш многоканальный телефон 3201-11. Ну, а желающих задать свой вопрос Айсену Сергеевичу очень много. И сейчас с нами на связи Антон Михайлов из Вилюйского улуса. Антон Иннокентьевич, мы вас слушаем. Добрый вечер, уважаемый Айсен Сергеевич. Меня зовут Антон Михайлов, я из Вилюйского улуса, город Вилюйск. По новостям показывают за Байкале, там идут лесные пожары. Смотреть страшно. В последние годы в Вилюйской группе улусов и в общем республике увеличиваются лесные пожары. Вероятно, в этом году есть угроза лесных пожаров в связи с аномальной жарой. И насколько республика готова к лесным пожарам? И какие работы ведутся? Спасибо за вопрос. Конечно же, вопрос лесных пожаров для нас крайне актуальный. К сожалению, в прошлом году, позапрошлом году у нас пожаров было достаточно много. Порядка по прошлому году свыше полутора миллионов гектаров леса у нас сгорело. И, конечно, мы все должны делать для того, чтобы таких пожаров не допускать. К сожалению, у нас большинство пожаров это все-таки приходит из-за природных явлений в труднодоступных местах, где у нас, к сожалению, система мониторинга не работает и техника туда не может добраться. И вот эти пожары разрастаясь, как раз сотни тысяч гектаров один пожар может уничтожить. Поэтому в этой части мы сейчас работаем с федеральным Рослесхозом по укреплению базы наших служб лесоохраны. Каждый год на порядка на 83,5 миллиона рублей будет приобретаться техника ежегодно в течение трех лет для того, чтобы все-таки переоснастить специальной пожарной техникой наших лесников, вот наши службы, которые занимаются тушением пожаров в лесах. Эта работа уже началась, сейчас конкурсы проходят по деньгам этого года. Уверен, что это тоже послужит определенному благоприятному ходу событий по лесным пожарам. Плюс мы, конечно же, будем усиливать ответственность человеческую. К сожалению, хотя их не так много, но все равно достаточно часто пожары происходят по вине человека, в том числе по Вильюзькому улусу, если я не ошибаюсь, по прошлому году были даже возбужденные уголовные дела в отношении конкретных физических лиц. И усиление ответственности нас, как жителей республики за состояние природы, конечно, оно достаточно велико. Мы, к сожалению, всегда считаем, что вот мы сами хорошие, а кто-то другой там ходит, поджигает, кто-то другой ходит, мусорит там и так далее. Здесь надо всегда, еще раз говорю, начинать с самого себя, следить за своим поведением на той же природе, ну и, конечно же, соблюдать все правила пожарной безопасности, в том числе и в лесах. Я очень надеюсь, что все-таки мы вот этот негативный тренд переломим, так и вот такого, чтобы республика была в лидерах по лесным пожарам в Российской Федерации. Ну, надеюсь, мы все-таки этого уже не допустим. Спасибо, Айсен Сергеевич. А у нас есть следующий звонок. К нам дозвонилась из Нерингрейского района Елена Мартынова. Елена Олеговна, добрый вечер. Ваш вопрос, пожалуйста. Добрый вечер, Айсен Сергеевич. Добрый вечер, ведущий прямого эфира. Позвольте мне задать вопрос. Айсен Сергеевич, после вашего визита в наш район мы, жители, надеемся на позитивные перемены, так как вы много говорили о развитии здравоохранения. Айсен Сергеевич, скажите, пожалуйста, все-таки какие конкретные решения на сегодняшний день приняты в этом направлении? Спасибо. Спасибо за вопрос. Конечно же, состояние здравоохранения в Нерингрейском районе, оно на сегодняшний день пока не выдерживает никакой критики. У нас это касается нисколько даже вот непосредственно самих, самого оказания врачебной помощи, это в первую очередь касается материальной технической базы. Потому что более таких разбитых больниц у нас в республике, наверное, мало где есть. и это недопустимо в том, тем более для второй по численности населенного пункта нашей республики, для южной столицы Якутии, как мы ее называем, для угольной столицы Якутии. И, конечно, мы все сделаем для того, чтобы ближайшие три года состояние здравоохранения в Нерингре мы подняли на абсолютно уже другой уровень. В этом году у нас конкретно вот сейчас уже в мае начнется капитальный ремонт детской поликлиники, проектно-смертная документация которого наконец-то прошла госэкспертизу, она пройдет в течение двух лет. На нее заложена сумма свыше 100 миллионов рублей. Сейчас будет делаться проектно-смертная документация по ремонту центральной районной больницы. Мы это тоже должны обязательно заняться так. Ну и, конечно, мы сейчас ведем работу по приобретению в течение ближайших трех лет так называемого тяжелого медицинского оборудования. Это магниторезонансный томограф, это компьютерный томограф, другие приборы, которые сегодня уже абсолютно необходимы нам для Нерингвинского района. Более того, я уверен, что когда мы реально начнем такие движения уже по Нерингвинскому району, по здравоохранению, мы обязательно привлечем также и крупный бизнес. В принципе, я с собственником бизнеса разговаривал, никто не хочет в своей стороне, все будут поддерживать, но ждут первых шагов, которые, конечно же, государство обязано сделать. Мы слишком много в этой части Нерингвинскому району задолжали, тем людям, которые там живут. И я считаю, что своим долгом как главы республики здравоохранения в Нерингвинском районе, вот еще раз говорю, достаточно быстрыми темпами на нормальный среднереспубликанский уровень хотя бы вывести в ближайшие три года. Айсен Сергеевич, большое спасибо. Наш следующий звонок поступил из Чуропчинского улуса. К нам дозвонилась Сарглана Андреевна Эверстова. Сарглана Андреевна, вы в прямом эфире. Говорите. Говорите. Вопрос Татьяны Михайловны заключается как раз такой интересный, не просто про сельское хозяйство и его развитие, а он касается, каким образом те новые веяния, в частности, цифровизация, у нас могут быть в сельском хозяйстве внедрены. Это на самом деле правильный абсолютно вопрос. Видно, что человек реально сейчас болеет за свое дело, реально хочет новых каких-то достижений, каких-то новых веяний. И, конечно же, я понимаю, что в Чуропчинском улусе это очень важно. Как раз это один из крупнейших наших районов по сельхозпроизводству с очень хорошими достижениями. И очень отрадно, что они как раз идут всегда передовыми в этой части, в том числе и в цифровизации. По цифровизации хочу сказать, что на мой взгляд, здесь есть, ну, по крайней мере, на федеральном уровне два основных таких тренда. Это внедрение системы Меркурий, которая, ну, как раз связана с ветеринарией, которая позволяет отслеживать происхождение продукта от самого начала до самого конца. Этот проект у нас в республике уже активно тоже внедряется. Мы одни из, на самом деле, лидеров, ну, если не России, то на Дальнем Востоке мы точно лидеры, так, по внедрению этой системы у нас огромное количество уже даже лично подсобных хозяйств начало работать в этой системе. Другой вопрос, конечно, что качество этой работы, ну, во многом оставляет желать лучшее, потому что, ну, цифровизация, она все-таки требует определенных знаний, компетенций, мы здесь немножко в этой части отстаем. Ну, и второй вопрос, это, где, на мой взгляд, цифровизация тоже абсолютно необходима и где она уже начинает внедряться, это чипизация. Чипизация животных связана как раз она для того, чтобы отследить в случае необходимости источники появления тех или иных опасных болезней, отследить появление того или иного продукта и вот чипизация животных уже начинается, так, а в скором времени я уверен, что это тоже станет обязательной нормой. Вот, и, конечно же, вот нашим селянам не надо ждать, пока это все станет обязательным требованием и потом, ну, как бы не попадать под те или иные ограничительные меры, надо как раз этим всем интересоваться. Управление сельского хозяйства, которое у нас в районах работает, они обо всем этом осведомлены, их обязанность как раз для людей это все доводить, людям это все объяснять и помогать нашим селянам как раз более активно внедрять вот такие новые современные технологии. вот, министерство сельского хозяйства тоже этими вопросами постоянно занимается. Уверен, что, вот еще раз говорю, несмотря на все сложности, которые у нас в республике есть, внедрение вот той же системы Меркурий с чипизацией, мы эти вопросы достаточно оперативно решим, но и вот то, что уже сами фермеры такие вопросы задают, оно вселяет меня определенный оптимизм, что это уже на самом деле требование времени людьми в селе уже понято, так и принято. Спасибо еще раз. И сегодня немало звонков касаются вопросов оптимизации в предприятиях. И сегодня до нас дозвонилась Оксана Михайловна Гусакова из Алданского района. Давайте послушаем ее. Оксана Михайловна, вы в прямом эфире. Здравствуйте, Айсен Сергеевич. Это Гусакова Оксана Михайловна, председатель профсоюза работников культуры по Алданскому району. С прошлой осени говорят, что скоро в связи с укрупнением учреждений начнутся большие сокращения учителей, медицинских работников и работников культуры. По слухам, большие сокращения будут и в нашем районе. Так ли это? Благодарю за внимание. Спасибо за вопрос, Оксана Николаевна. Я ждал, что такой вопрос кто-нибудь обязательно задаст, потому что на самом деле последние недели особенности из-за появления не очень достоверной информации на различных интернет-порталах. На самом деле много достаточно обращений и в адрес правительства, и депутаты у меня спрашивали, мне в социальные сети люди пишут на эту тему. На самом деле, конечно же, оптимизация в таком виде, каком ее представляют, что там на улицу то ли 10 тысяч людей завтра отправят, то ли 7 тысяч людей отправят, такого, конечно, никогда не будет. Мы этого точно не допустим. С другой стороны, оптимизация нам нужна, потому что во многом, к сожалению, вот наши бюджетные учреждения, они живут по тем штатным расписаниям, по тем нормам, которые сформировались еще, знаете, вот махнатые 90-е годы. И они устарели. Устарели абсолютно и не отвечают сегодняшним требованиям. Вот возьмем даже пресловутый административный управленческий персонал. Но сегодня он должен быть не более 16%. Есть такая норма, не мною придуманная и не мною внедрена. У нас в республике в абсолютном большинстве бюджетных учреждений начинаешь анализировать их штатку, ну, 30 и выше процентов. Ну, не может быть на предприятии 3 человека, например, да, один начальник, на 2 человека, один начальник. Ну, куда это годится? Мы же не для того бюджетные учреждения создаем в сфере культуры, образования, здравоохранения, чтобы начальников плодить. Поэтому, конечно, оптимизация управленческих кадров, она будет. Мы их будем сокращать. Я этого не скрываю, так, я об этом открыто говорю. И за счет этого определенная экономия у нас будет. Причем, это определенная экономия, вроде бы там несколько процентов, она дает в конечном итоге по всей республике миллиарды и миллиарды рублей. Что касается непосредственно, вот, многие говорят, что вот будут в малых селах там школы закрывать. Ни одна школа, ни в одном селе малом не будет закрыта. Другой вопрос, что у нас в некоторых селах уже назрела просто потребность все-таки классно снизить. То есть, там я 11 классов, например, да, у нас в некоторых школах даже уже нет учеников, ну, например, на 10 класс. Есть в 11, 9, а в 10 нет. Вот, мы, конечно же, понимаем, что дети, к сожалению, в этих школах образование соответствующее не получают. Эти дети просто вот, ну, никуда уже потом не поступают. Вот, и мы же школы для чего держим? Не для того, чтобы люди там просто работали. Мы школы открываем, и они работают у нас в республике, да и в целом в стране, да и в мире, наверное, для того, чтобы дети там получали качественное образование. Я вот правительству сказал, если вы, например, решили, что в такой-то школе, например, там место 11 классов у нас будет уже 9 классов, то давайте вы часть сэкономленных денег на этом отдайте родителям этих старшеклассников, чтобы они, например, месяц 30 тысяч рублей получали, и на эти деньги могли своих детей отправить в районный центр к своим, например, тем же родственникам, эти деньги им отдать, чтобы, ну, могли там жить и учиться уже в районной школе, обеспечить им уже возможность сюда поступления. Вы знаете, я вот езжу по республике достаточно много, с людьми разговариваю, когда мне люди говорят, что 30 тысяч отдам, вы ребенка в райцентр отправите, все с радостью соглашаются, конечно, говорят там, они бы и так, и так бесплатно там жили, а так, если еще с деньгами придут, конечно, на деревне-то денег сейчас нету, и, конечно, все будут этому рады. Вот, поэтому такие нестандартные подходы надо и правительству находить, я об этом уже коллегам говорил, что надо все-таки быть поактивнее, так, а не по старинке жить, там, вот, оптимизация, оптимизация, так, что такое оптимизация, это же не просто сокращение штатов, это вот как раз выстраивание более эффективной системы управления нашими бюджетными средствами, чтобы каждый бюджетный рубль приносил конкретную пользу, чтобы наши дети лучше учились, чтобы нас в больницах лучше лечили, чтобы в тех же домах культуры мы получали, ну, больше, скажем так, ассортимент разных, там, культурных услуг, начиная, там, концерты, кружки и так далее, вот, и если вот все вот так начнут реально думать, реально за один рубль, например, бюджетных средств все-таки больше каких-то результатов достигать, то и в целом жизнь будет улучшаться, а то вот иногда, вот я общаюсь с руководителями, у них такое желание, что вот дайте нам побольше денег, мы людям зарплату увеличим, и на этом всем наступит счастье, коллеги, зарплату можно сколько угодно увеличивать, да, от этого счастье не наступит, вот, счастье наступит, если мы все будем лучше работать, лучше работать и достигать каких-то правильных результатов, вот это всем надо понять, и в том числе, вот еще раз говорю, по оптимизации, не все так будет, как вот сейчас, Оксана Николаевна сказала, что вот их там пугают, и так далее, да, пугают, это в основном как раз те начальники, которые могут попасть под сокращение, которых меньше власти, и так далее, вот они, конечно, в этом не заинтересованы, я точно говорю, так, а простые люди это прекрасно понимают, тем более, вот простых учителей, простых библиотекарей, музейных работников, никто трогать не будет, вот по музейным работникам, я специально статистику поднимал, у нас, если даже смотреть, по 10 районам у нас будут сокращения, а по 20 увеличение даже музейных работников, потому что штатные расписания от соседних районов отличаются там в несколько раз, мы же должны все-таки по республике, как-то всех выравнивать, более-менее, особенности тех, кто работает в одинаковых условиях, Арктика, Север, это, конечно, совсем другое, так, но вот в центральных районах, чем они сильно друг от друга отличаются. Спасибо, Айсен Сергеевич, я напомню нашим телезрителям и радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире, свои вопросы главе республики вы можете задать по номеру 320111, это многоканальный телефон, а также мы ждем ваших вопросов в социальных сетях. Айсен Сергеевич, у нас вновь прямое включение, с нами на связи наш корреспондент Сарглана Захарова, Сарглана, вам слово. Здравствуйте, Айсен Сергеевич, здравствуйте, коллеги, мы сейчас находимся на улице Петра Алексеева у дома 68, где в 2015 году началось строительство многоквартирного дома по долевому участию. Объект должны были сдать еще в 2016 году, но, как видим, строительство остановилось на начальном этапе. Застройщик Семир обещал, успокаивал дольщиков тем, что закончил строительство через год, через два, но так и этого не произошло, а в 2018 году застройщика признали банкротом. Сейчас дольщики находятся рядом со мной, и, пожалуйста, им слово. Добрый вечер, уважаемый Айсен Сергеевич, меня зовут Седалищева Алена Васильевна, я участник долевого строительства по улице Петра Алексеева, 68. Наш застройщик ООО Семир нас обманул, наши деньги украли, дома нету, какие механизмы от государства по защите наших прав мы можем ожидать, а также помощь хотели бы от государства повернуть наши деньги и либо наши квартиры. Спасибо. Спасибо. Айсен Сергеевич, можно я добавлю, тут несколько таких похожих вопросов у нас уже было, поступали на электронную почту и процитирую одну из них, прислала Людмила Владимировна Евсеева, она в частности пишет, что в 2017 году ждем ввод дома по улице Автострада 50 лет октября, застройщик строймонтаж 2002, вот уже два года говорят о скорой сдаче дома, но до сих пор этого не произошло. Обращались в различные инстанции, но результатов нет, видимо, указание власти не оказывает никакого влияния на руководство строительной компании. Людмила Владимировна добавляет, что терпение у дольщиков заканчивается и они просят вас взять под контроль их объект. К огромному сожалению, хочу сказать, что у нас в республике достаточно большое количество людей, которые сегодня официально уже признаны обманутыми дольщиками, многие еще не признаны, но находятся уже как раз на той стадии, когда их могут признать. конечно же государство никогда не стояло в стороне от этого. За эти годы республика помогла порядка полутора тысячам людей обманутых дольщиков уже каким-то образом возместить свои расходы, свои потери. Некоторые получили квартиры, некоторые обратно получили деньги, какие-то другие методы компенсации прошли. Что касается вот этих конкретных случаев, я конечно буду разбираться, я в принципе и о том, и о том другом застройщике прекрасно осевдомлен. По Семиру ситуация гораздо сложнее, она как раз хуже из-за того, что сегодня Семир признан банкротом, там идет процесс уже конкурсный. Дома вот эти, которые недостроены, они как раз находятся на очень таком низком уровне застройки, практически там первый этаж, второй этаж, свайное поле. И здесь есть несколько механизмов, которые могут быть предложены, так мы все равно будем смотреть, это первое, если найдется какой-нибудь застройщик, который сможет эти вещи взять на себя при помощи государства, достроить и дать квартиры, это наверное наиболее такой маловероятный на сегодня сценарий. Второе, мы можем посмотреть части реализации этих земельных участков и потом распределение средств между дольщиками, чтобы какую-то часть компенсировать. Ну и третье направление, это если мы как определенные вложения со стороны, опять же, с помощью государства каким-то образом людям просто деньги будем возвращать. Все эти методы будем применять. У нас сегодня, еще раз говорю, порядка 500 человек официально уже признаны обмануты дольщиками, в том числе вот как раз по всем миру. Насколько я помню, эти все жители там есть. По строймонтажу 2002, там ситуация с одной стороны лучше, но с другой стороны тоже вызывает у нас очень большие опасения. Она есть у нас, кстати говоря, не только по-якутскому, но и по-мирному. Я вот был на прошлой неделе в Мирном, как раз ко мне люди тоже подходили, жаловались, что тот дом, который должен был быть сдан еще там полтора года назад, до сих пор не сдан. Специальный министр строительства у меня туда выезжал, смотрел. И вот дом в Мирном, и вот дом по автостраде, они очень в высокой степени готовности. И в этой ситуации я считаю, что все-таки мы найдем возможность отработать с руководством этой компании, какие-то меры административного давления все-таки применить для того, чтобы они дома эти быстрее ввели и людям эти квартиры отдали. Потому что если будет объявлен механизм подкротства, если эти дома попадут там в общую конкурсную массу, это, конечно же, для вот тех людей, которые в этих домах квартиру купили, это, конечно, будет полный крах. Вот, я думаю, что мы этого не должны допустить и сделать все, чтобы в ближайшее время дома были введены и люди уже квартиры получили. Ну, а дальше будем с самим застройщиком разбираться. Компания большая, это не какая-то пустышка так, но вместе с тем силу не очень понятных для нас причин, она вот последние полтора года ее достаточно серьезно лихорадит. Асен Сергеевич, нам сообщают, что звонков поступает большое количество и с колл-центра к нам вновь присоединяется Оксана Устинова. Спасибо, Алена. У нас есть звонок из города Якутска. Обращается Сардана Алексеева. Добрый вечер, Сардана. Мы вас слушаем. Добрый вечер. В последнее время возбуждены уголовные дела в отношении глав УЛУСов. Например, это было в Черепчинском, буквально вчера в Намском, а также в отношении руководителей предприятий. Хотелось бы узнать это акция со стороны правоохранительных органов или это что-то другое? Спасибо. Спасибо. На самом деле против главы Намского УЛУСа дело не возбуждено, слава богу. Так там дело касается его первого заместителя. Ну, конечно, тоже очень нехорошая ситуация. Я что здесь хочу сказать? У нас на самом деле этих дел не так много, как многие сейчас пытаются подать. Вот взять другие регионы, там таких дел просто пачками возбуждаются и сейчас уже такого ажиотажа даже нет. Дело в том, что по всей стране у нас достаточно серьезная системная работа по борьбе с коррупцией идет. И это уже не просто слова, это уже реальные дела. Так, мы же все сами требовали этой борьбы, писали во все органы, обращались к президенту и президент этот сигнал услышал и по всем правоохранительным органам команда все-таки по усилению борьбы с коррупцией, по очистке системы власти от тех или иных проявлений коррупции она пошла и реально вот работа сейчас идет. Другой вопрос, конечно, что во многом вот эти случаи, которые у нас в республике произошли, они происходят не из-за того, что люди там реально что-то хотели своровать, что-то сделать, во многом они происходят из-за все-таки элементарного такого, знаете, пренебрежения к документам, к оформлению документов, к каким-то, знаете, вот когда у нас же очень любят там, давай там хорошему человеку поможем, там, закроем глаза на это, там, что-нибудь подмахнем, а он там потом возместит опять же этот бюджет. Обычно это бывает, знаете, вот когда работы по усине не выполняют, те или иные подрядчики приходят и начинают просить, давай ты нам сейчас подпиши, мы сейчас деньги получим, а мы потом весной все сделаем. И на самом-то деле весь по весне они не бросают, они делают так, но в любом случае это уже нарушение, потому что подписывая акты не сделанных работ, глава ли там руководитель кого-либо учреждения, он автоматически уже совершает уголовные преступления. Вот таких случаев достаточно много, к сожалению, у нас в республике. И здесь я считаю, что, конечно же, надо и главам районов, и таких на уровне мыслейков, поселков, администрации, городов, и руководителям бюджетных учреждений все-таки законы хорошо знать и очень четко им следовать. Это самое главное. Во-вторых, хочу сказать, что никакой специальной акции по правоохранительным органам именно по Якутии нет. А то мне тут многие пишут, вот там, вы там представители только одного района дискриминируете, или представители той или иной национальности, чего только не пишут люди. На самом деле это все чушь, здесь никакого такого предвзятого отношения нет. Еще раз говорю, есть системная работа правоохранительных органов, и они в рамках своих полномочий те или иные дела возбуждают. Другой вопрос, что пока нет решения суда, приговора суда, никто не может быть обвинен в том, что это преступление им совершено. Потому что, даже на мой взгляд, я об этом и в прессе писал, некоторые дела мне кажутся абсолютно надуманными. по некоторым, к сожалению, есть серьезные основания полагать, что если дело обстоит так, как правоохранительные органы подают, то на самом деле, конечно, это очень серьезно. Это я, например, по здравоохранению, по так называемому картельному сговору. Но уверен, что правоохранительные органы, они дела все до конца доведут. Если человек виновен, будут уже приняты меры. Если человек не виновен, тогда уже ответственность тех людей, которые возбудили те или иные дела на всю республику показывали по телевизору, это, конечно, будет уже совсем другой вопрос. Асен Сергеевич, большое спасибо. Действительно, звонков, соответственно, и вопросов очень много, и все они касаются разных сфер жизни. И сейчас с нами на Лене находится Тия Антоновна Егорова из Горного района. Тия Антоновна, мы вас слушаем. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Мы живем в селе Ордпасургонного Улуса, хотим сделать типа скверсбеседка в своем селе с портретами землекоп, которыми гордимся. Может ли республика нам помочь, если не деньгами, то хотя бы консультациями и советами по проектированию. Спасибо. Тия Антоновна, спасибо за вопрос. Я здесь что хочу сказать. Конечно же, республика поможет помочь, так мы и помогаем сегодня. Вот есть у нас сегодня программа по партисципативному финансированию, так называемое, где население само инициативу выдвигает и соучаствует в их реализации. Само голосует за те или иные мероприятия. Очень сейчас активно во многих Улусах эта программа работает. Из республиканского бюджета на ее реализацию каждый год выделяется не менее 500 миллионов рублей. Вот поэтому году 500 миллионов рублей выделяется. Вы можете опять же в Ортус-Урте собраться, сегодня очень большое, как раз провести такой сход, выдвинуть эту идею, чтобы она была поддержана населением, обеспечить там свое какое-то участие, лучше если финансовое, если не получается трудовое участие, так подать такую заявку. Как раз я думаю, что районная администрация и финансовое управление района вам подскажет, как эту оформить заявку, подать сюда в Якутск, и мы, конечно, рассмотрим. И такие как раз проекты во многом нами и поддерживаются. Есть также программа в целом по благоустройству городской комфортной среды, но там она касается все-таки населенных пунктов уже с большей численностью, поэтому Артус-Урт наверное пока туда не попадет. Ну а что касается методической помощи, я думаю, что мы ее можем оказать. У нас при главном архитекторе Республики Саха-Якутии, Алексею Ирины Дмитриевны создан такой центр компетенции, который внутри фонда будущих поколений как раз по вопросам архитектуры, городского дизайна, сельского дизайна, благоустройства общественных территорий, поэтому обращайтесь к ним, они с удовольствием всем, не отказывая, помогают и большим городам, и малым селам, для того, чтобы на самом деле наши села не отставали от городов, чтобы все-таки там появлялись хорошее общественное пространство, в вашем случае вы решили там какое-то пространство сделать, где будет память ваших земляков вековечена, замечательная идея, хорошая вещь, и уверен, что если народ ее поддержит в вашем селе, она может быть реализована. Ну, а к нам дозвонилась из города Якутска Мария Иванова, давайте послушаем ее вопрос. Мария, добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер, Александр Сергеевич, во-первых, я бы хотела поздравить вас с наступающими праздниками, Днем Республики и со Смертой Пасхой. Но я звоню вам со своей болью. Я вот жительница 13-го квартала живу на улице Якутской. Вы сами прекрасно знаете, как стоят у нас там дела. Каждую весну это вообще жизнь, что у нас творится. И если раньше, когда вы были мэром, еще какие-то попытки были, там, порядочек у нас, то в этом году, конечно, про нас в честь не забыли. И, естественно, вот вопрос такой о том, что у нас была очень большая вера, то, что нас переселят из-за аварийного жилья. Но впоследствии они куда-то пропали. Другие застройщики на нас браться не хотят. Сейчас вот посместно идет переселение из-за аварийного жилья по всей республике. Тогда же приступят к нам к 17-му кварталу. Про нас вообще все забыли. И сейчас, конечно, вот когда вы на посту Илдархана, мы очень надеемся, что вы про нас не забудете и решите вопрос с переселением 17-го квартала. Пожалуйста, не бросайте нас. Спасибо. Да, Саня Сергеевич, тут я добавлю, я сама живу в 17-м квартале. Вот точно знаю, что жители, они действительно надеются, они ждут каких-то действий и, ну, они просто нуждаются, чтобы вот этот район изменился. Конечно же, 17-й квартал это, ну, боль, наверное, всех в нашем городе и руководителей, и города, ну, вот, и сейчас уже и республики. Вот, я, конечно же, очень огорчен был тем, что вот тот проект с китайской компанией Джода, который мы начинали, он вроде шел хорошо, но в силу там и субъективных, и объективных причин не получил продолжение, остановился. Ну, потом уже и я вот на другую работу перешел, так не смог до конца уже поиск новых инвесторов провести. Здесь, конечно же, нужен комплексный подход. С одной стороны, в рамках программы переселения из аварийного жилого фонда там ряд домов в 17-м квартале будет расселен, но, конечно, там не весь квартал, так. И здесь должна быть серьезная большая программа. Вот, я надеюсь, что мэрия города все-таки его подготовит, подготовит. Недавно вот как раз Григорий Евгений, руководитель агентства по развитию территории, был у меня, очень такой молодой, он такой с хорошими подходами руководитель. И как раз по вопросам 17-го квартала мы с ним достаточно долго разговаривали, я ему посоветовал, с каких вещей начать, как подготовить этот план. этот план. Ну и, конечно, я ему сказал, и Сарданин Владимир постоянно говорю, когда вот план будет конкретный, абсолютно нормальный, с понятным участием города, с понятным участием бизнеса, то и республика в стороне не будет стоять. Я думаю, что как раз самые серьезные проблемы там у нас будут по инфраструктуре, и вот как раз инфраструктурные проблемы мы с нашими крупными компаниями, ресурсоснабжающими, конечно, будем решать. Поэтому здесь, ну, я сарданин Владимиром переговорил, чтобы все-таки по 17-му кварталу какие-то решения принимались. На самом деле, нельзя сказать, что город не занимается. Вот Сарданин недавно я видел, там субботник устраивал и так далее. Ну, здесь, конечно, квартал одними субботниками не поможет, что-то надо более уже серьезные стратегические вещи прорабатывать, их реально финансово как-то подкреплять, в том числе, обязательно с привлечением частного бизнеса, и потом уже вместе с республикой идти на его реализацию. Спасибо, Айсен Сергеевич. Мы перейдем к следующему вопросу. Вот в конце марта принято решение о выделении очередной субсидии авиакомпании Якутия, после чего СМИ начали писать о том, что нужна ли нам вообще такая компания. Да, материалы подхватили и федеральные средства массовой информации. Айсен Сергеевич, в целом, каковы перспективы якутской авиации? Начну с последнего. Мы без авиации в республике Саха-Якутия жить не сможем. Это точно так. Нет более такого огромного субъекта с более разбросанным населением неже, чем Якутия. И мы же понимаем, что ко всем селам у нас все равно дороги не будут построены. И транспорт как раз является тем как раз средством, которое позволяет обеспечивать какую-то доступность тех или иных территорий у нас в Якутии. Вот как раз сегодня мы с министром промышленности достаточно много говорили и потом отдельно даже маленькое совещание провели с руководителями нашей авиационной промышленности, промышленных авиационных компаний, с руководителями Минпромторка, отвечающим за авиацию в части новых моделей самолетов, которые могут быть поставлены в ближайшие годы сюда, в республику Саха-Якутия. Очень хороший продуктивный разговор состоялся. Мы донесли свои предложения, так министр их все воспринял, дал конкретные поручения. Ну а с другой стороны мы тоже поняли, что по многим направлениям страна уже решения приняла и эти решения правильные, они как раз направлены на развитие оригинальной авиации. Что касается авиакомпании Якутия, то, конечно, компания нам нужна, мы ее будем поддерживать, нравится это кому не нравится, но опять же я просто представляю, что будет, если завтра компания Якутия закроется, так какие у нас здесь станут, во-первых, тарифы на услуги того же Аэрофлота или С7TAC, а во-вторых, как мы будем в этом случае обеспечивать вообще транспортную доступность населения уже в целом для всей Якутии. И, конечно, авиакомпания нам абсолютно нужна. Другой вопрос, что, конечно, вот те проблемы, которые у них сложились за последние годы, они очень велики, их одноометно не решишь. При этом я вот деятельность новых Якутия генерального директора Горбунова оцениваю положительно. Достаточно серьезные позитивные изменения есть. Все ограничения до единого, которые Росавиации были наложены, они все сняты. Это дорогого стоит. Обычно после таких санкций, которые накладываются, компании не поднимаются уже. А в нашем случае не то, что поднялись, все ограничения сняты. Более того, мы видим, что сокращается и число задержек. Сейчас уже есть абсолютно конкретные планы по увеличению парка воздушных судов, по вводу этих суперджетов. Сейчас благодаря новому менеджменту решены вопросы более оперативного обмена двигателей, которые у нас по гарантии есть на суперджетах. Это все вселяет в меня уверенность, что авиакомпания Якутия поднимается. Ну и, конечно, государству я об этом тоже говорил, мы уже поменяли с этого года свою политику. Раньше деньги авиакомпании мы всегда давали как займы. Ни к чему хорошему это не приводило, кроме увеличения вот этой массы долгов, потому что проценты компания выплачивала с грехом пополам, долг копился, рос, рос, а это же все оценивается в том числе и банками, и контролирующими органами, если растет задолженность. В конечном итоге это начало приводить к таким плохим изменениям вообще в целом по компании. И слава богу, что мы как раз вовремя практически на самые-самые с крючка практически компанию сняли. Я уверен, что мы все-таки добьемся того, чтобы где-то в течение трех лет авиакомпания Якутия полностью восстановилась. Задача поставлена перед генеральным директором, чтобы не только она восстановилась, но и в 2022 году, когда у нас взлетная посадочная полоса аэропорта будет полностью отремонтирована. Когда аэропорт Якутска сможет принимать уже воздушные суда любых типов, мы все-таки уже достаточно серьезную работу провели по обновлению парка магистральных самолетов. То есть те Боинги, которые у нас летают, они в принципе нормальные все, но лет 15 им, даже 20-летние есть так. В принципе летать можно, но все-таки нам надо, чтобы в Якутии летали более новые самолеты. И в этом направлении мы будем обязательно работать. И такая задача еще раз говорю перед новым директором поставленной. Спасибо, Асен Сергеевич. А теперь передаем слово нашему колл-центру. Оксана. Спасибо, Алена. Мы продолжаем принимать вопросы главе региона к этой минуте. Специалисты нашего колл-центра получили более 100 обращений от наших телезрителей и радиослушателей. А мы приветствуем нашего следующего зрителя. К нам дозвонилась из Аллаевского района Матрена Томская. Матрена Афанасьевна, добрый вечер. Мы слушаем ваш вопрос. Добрый вечер, Айсен Сергеевич. Звоню Томская Матрена Афанасьевна, Аллаевский, Луж, поселок Чакурдах. Мне хочется задать вопрос по медицинским кадрам. В нашем северном районе вот уже несколько лет наблюдается нехватка врачей. На сегодня собирается выезжать хирург, педиатр, окулис. Временно работает гинеколог. Выезжать на осмотр или на лечение в столицу многие не имеют возможности из-за дороговизны авиабилетов. Еще нужно где-то жить, на что-то ездить в городе. Хочу спросить, возможно ли решение вопроса обеспечения медицинскими кадрами арктической улучши? Спасибо. Спасибо за вопрос. Конечно же вопросы арктических районов не только в здравоохранении, но и по другим направлениям, и по образованию, по культуре, по транспорту, конечно же, должны постоянно быть в поле нашего зрения. Мы здесь, еще раз говорю, очень серьезно отстали. И вот ситуация, которую сейчас жительница рассказала по Чакурдаху, она, к сожалению, достаточно типична для любого другого крупного нашего населенного пункта арктического. Место Чакурдаха назовите Черский или там со скалах и так далее, с теми или иной разницей примерно то же самое будет. И здесь, конечно же, мы должны какую работу проводить. Во-первых, по узким специалистам, там, где есть возможность, мы все-таки должны людей туда направлять. И вот то, что сейчас изменения по земскому доктору вносятся, что можно будет уже там срок возраст не ограничивать и так далее, это для нас очень важно, это очень нужно. Мы этой программой обязательно будем участвовать и развивать. Во-вторых, мы, конечно же, должны более, скажем так, активнее направлять туда людей из Якутска, вот эти мобильные бригады врачей, в том числе для диспансеризации, для осмотра, для работы узких специальностей. Потому что всеми специальностями там севера закрыть, ну, очень сложно. А вот когда собирается такая бригада, которая несколько, ну, недели, две работает в том или ином населенном пункте, в том или ином районе, конечно, ситуация лучше становится. Так вот, я точно знаю, что по Аллахе такие выезды по прошлому году были. Вот, и, конечно, вот интенсивность таких выездов, на мой взгляд, надо увеличивать. Ну, и третье, конечно, телемедицина. Хотя многим это кажется достаточно, ну, недавно казалось достаточно таким смешным, да, но во многих уже районах сегодня телемедицина реально спасает жизни людей. Реально врачи в ежедневном режиме вот как раз по телемедицинским каналам уже работают, берут консультации, ставят диагнозы, так, и еще раз говорю, самое главное, спасают жизни людей. Это направление для нас абсолютно необходимое, мы его будем усиливать. Другой вопрос, конечно, что по Арктике у нас пока еще есть вопросы, связанные с доступностью интернета, с медленной его работой, с дороговизной, но вот эти как раз те задачи, которые Министерство цифровизации республики в ближайшие пять лет, в том числе и по Арктическим районам будем решать. Вот, есть у нас там хорошие подходы, там, где возможно оптоволокно, вот, например, сейчас в этом году впервые в истории у нас за полярным кругом оптоволокно будет построено, это вот от Удачного до Оленька, а от Оленька есть план уже дальше туда на Желинду, от Желинды дальше на Соскалах и чуть ли не уже до Ирюмхая океан. Вроде бы несколько лет назад это кто-нибудь сказал бы, все смеялись бы, а сейчас есть абсолютно конкретный план и уже началась его реализация. То есть мы видим, что Ростелеком, он на самом деле как государственная компания уже, несмотря на все сложности, как раз вот вместе с нашими улусами Алмазной провинции, Санабарским и в первую очередь Соленекским уже начали такие программы реализовывать, которые, конечно же, ну, на мой взгляд, в случае его реализации перевернут достаточно серьезную жизнь в этих населенных пунктах. То же самое мы намерены и по Колумбской группе районов сделать. Что касается вот группы Индигирской, там, к сожалению, не так просто будет обтолокно протянуть, скорее всего, там будут с этим сложности, но с другой стороны мы, конечно же, сможем усилить там возможности спутниковые. И в этом направлении, еще раз говорю, технологии развиваются, ну и у нас есть тоже определенное понимание за счет чего и как мы это сделаем. Спасибо, Айсен Сергеевич. У нас есть следующий вопрос. К нам на прямую линию дозвонилась Марьяна Овчинникова из Намского улуса. Давайте ее послушаем. Марьяна, добрый день. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok Махтал Буллан. вопрос касается перехода на цифровое телевещание, которое у нас в стране уже началось и по ряду регионов как раз сейчас идут уже отключения ряда таких федеральных каналов от аналогового вещания. У нас это, если я не ошибаюсь, происходит 3 июля. И в этом случае у нас вопрос в том, где мы будем смотреть НВК Саха. В НВК Саха вы сможете дальше продолжать смотреть на аналоговом вещании. Мы его не отключаем по республике. Договоренности по этому достигнуты. И поэтому в аналоговом режиме можно будет смотреть НВК Саха. При этом мы сейчас активно работаем по переходу в НВК Саха по технологиям IP-телевидения, в интернет, по интернет-каналам. Тот же Ростелеком, например, сейчас в рамках их программы можно смотреть так, у кого есть подключение к телевизору. В общем, у НВК Саха в этом направлении как раз такое магистральное направление принято. Ну и мы, конечно же, как и все другие, наверное, национальные республики, продолжаем работу с федеральным центром в части того, чтобы в рамках третьего мультиплекса вопрос по допуску региональных телеканалов на цифровое вещание федеральное был решен. В принципе, если раньше как-то к этому относились достаточно холодно, то сейчас уже определенные подвижки есть, уже озвучиваются суммы, которые необходимо будет регионам в это дело вкладывать. Та сумма, которая по республике озвучивается сегодня как предварительная, вполне республика устраивает. Я надеюсь, что решение все-таки будет найдено в интересах не каких-то там вот компаний, а в первую очередь в интересах тех жителей, которые на самом деле НВК Саха с удовольствием смотрят. У нас НВК Саха по всем опросам, которые проводим и мы, проводим наши федеральные каналы стабильно всегда занимает второе и третье место у нас здесь на территории республики Саха-Якутия. Ну, а первое это Россия, Анатолия Копырина. Наталья Петровна, Добрый вечер. Ваш вопрос, пожалуйста. Добрый вечер, Айсен Сергеевич. У меня вот такой вопрос. В селе живем и, в принципе, уезжать не хочется. Но работу здесь нет. Бюджет просто так не строится. А кредит безработным не получить? В таких случаях, как быть нам безработным? Конечно же, вот ваш вопрос очень важный для меня, потому что, к сожалению, проблема безработицы на селе, проблема бедности на селе, это одна из тех тяжелейших проблем, которую мы обязательно должны решить в течение ближайших лет. У нас, к сожалению, по республике, по данным статистики, 20% людей за чертой бедности живут. Безработица на селе, мы все прекрасно знаем, тоже очень высокая. У нас и по республике не маленькая, так, 6,9%. На селе она официально под 13%, но неофициально мы все знаем, что она может быть еще гораздо выше. И, конечно же, вопросы занятости надо решать комплексно. Есть разные программы, в том числе молодежь, промышленность, помощь малоимущим. Эти все программы у нас будут и дальше работать. Но при этом я еще раз говорю, мы по занятости должны обязательно какие-то целевые такие решения принимать. И вот Госкомитет по занятости по Намскому району Улусу провел такой эксперимент. Этот эксперимент себя очень хорошо показал. Безработица в районе сократилась несколько раз в результате реализации этого проекта как раз по занятости населения. И сейчас принято решение, что в этом году мы в трех Улусах начнем. По-моему, все-таки Усалданский пока еще не попал в этот список. Там Хангалаский был и два северных района. Но со следующего года я думаю, что как раз можно будет уже если этот проект покажет и в трех районах свой хороший результат, то мы его обязательно масштабируем на всю республику. Здесь, конечно, нужна будет очень большая вовлеченность местной власти на уровне наследов, на уровне районов. Ну и, конечно, Госкомитет по занятости будет заниматься этим вопросом с тем, чтобы как раз наших селян максимально обеспечить работу. Это очень важно. Я всегда выступаю за то, не то, чтобы мы там людям какие-то субсидии давали просто, а за то, чтобы мы дали людям возможность самим зарабатывать, работать и обеспечивать себя и своих родных. Это гораздо более эффективнее. Асен Сергеевич, спасибо большое. У нас есть еще один звонок. К нам дозвонилась из Якутска Лена Малышева. Елена Игоревна, добрый вечер. Мы вас слушаем. Добрый вечер, уважаемый Асен Сергеевич. Меня зовут Елена, я из города Якутска. В марте Якутск лихорадило после случая с мигрантами. Хорошо, что вы вышли к народу и успокоили. Но все равно люди считают, что мигранты забирают рабочие места в республике. Как вы считаете, что нужно делать, чтобы мы дальше спокойно жили и работали в нашем городе, в нашей республике? Спасибо. Спасибо за вопрос, Лена Игоревна. Конечно же, вот те события, которые у нас в марте произошли, 17-18 марта, они на самом деле, резонанс их был очень велик. И даже не сколько, наверное, в республике, а далеко за ее пределами. Уже даже не в стране, а в мире. Здесь, конечно, вот если говорить об этом случае, то мы видим, как сегодня неправильно пущены и, скажем так, те же фейковые новости и так далее, и так далее, какие могут очень серьезные, разрушительные, я бы даже сказал, последствия иметь. Мы же здесь понимаем, что никакого национализма здесь и поминя не было. Так у тех людей, которые в триумф пришли, так были абсолютно понятные экономические требования в части усиления работы по пресечению незаконной эмиграции, незаконного предпринимательства, по защите прав жителей Якутии, которые здесь уже многие десятилетия живут. А смотришь там, что публиковали некоторые федеральные мессенджеры, что за границей, особенно все так называемые наши украинские соседи написали так, и потом по всему миру это понесло, что вот в Якутии там все сжигают, разбивают, в Якутии националисты, вот такой они страшный народ и так далее, и так далее. Вплоть до того, что там Якутия решила чуть ли там куда-то вообще в сторону уходить. Вот это как раз показывает, что еще раз говорю, когда мы какие-то вещи делаем, мы должны понимать, что это все в сегодняшнем мире может подаваться совсем по-другому и, к сожалению, бросать тень уже на всю республику, на весь народ, причем абсолютно вроде бы такие, ну, на первый взгляд благие мысли, благие пожелания. Но, слава Богу, сейчас все вроде все поняли, все разобрались. Я вчера встречался в преддверии Дня Республики с представителями наших диаспор национальных, они тоже высказывают уверенность в том, что это все преодолено, и мы поговорили об усилении ответственности представителей наших диаспор за тех, кто сюда приезжает, о том, как республика может им помочь в их работе со своими людьми, которые приезжают из других стран сюда, как адаптироваться, как все-таки заставить их уважать законы нашей страны. И очень хороший такой диалог правильно состоялся. Я на самом деле очень рад, что киргизское правительство тоже очень быстро отреагировало сюда, достаточно высокопоставленные чиновники сюда приезжали, со своей диаспорой тоже разговаривали, в Москве там посол Киргизии, тоже посольство Киргизии было вовлечено в этот процесс. И этот, как бы, случай сглажен. Вместе с тем, конечно же, мы, еще раз говорю, повторюсь, в основе вот этого конфликта, конечно, вот это преступление, чудовищное преступление, которое совершили вот эти три мигранта, но сам корень зла это как раз то, что люди чувствуют себя обделенными по рабочими местами местные, то, что достаточно во многих отраслях стало много там приезжих, ну как они считают. И здесь, конечно, мы должны работу усиливать в части усиления вот каких-то экономических методов. С этой точки зрения, я считаю, что тот указ, который вышел, за который меня тоже критиковали, да, он на самом деле абсолютно правильный, он и раньше выходил. Другой вопрос, что он сейчас как раз выход в это время показал, что республика настроена и дальше эту политику продолжать. Сейчас мы с правоохранительными органами, в первую очередь с Министерством внутренних дел на постоянной основе уже работы ведем по выявлению нелегальных мигрантов. Я, кстати, прошу, жителей республики, они сейчас многие телевизор смотрят, если такие случаи вы замечаете, что кто-то, на ваш взгляд, нелегально находится в том или ином месте, работает и так далее, обращайтесь смело в органы внутренних дел. Сейчас по всем ним команда пошла, как раз вот такие случаи вскрывать. Каждую неделю там, ну, по десятку человек мы точно выявляем тех, кто незаконно находится на территории республики. Как раз основная масса преступлений, на самом деле, совершается людьми, которые здесь находятся незаконно и занимаются незаконным предпринимательством. Те, кто приехал сюда зарабатывать деньги официально, через там, вот как раз работать на тех или иных официальных стройках, там, по договору и так далее, они-то как раз с утра до вечера работают, им некогда, там, знаете, вот по ночам на машинах ездить, там и всякие преступления совершить. Вот, они работают, так, и, в принципе, мы понимаем, что у них на родине ситуация, может, гораздо хуже, чем у нас. Приехали, они, в принципе, определенную нишу тоже занимают, которую мы не всегда можем занять. Вот, но вот как раз по тем нишам, где местное население может работать, мы как раз должны максимально обеспечивать участие местного населения. Вот, ну, я считаю, что и предприниматели наши должны тоже, вот, после всех этих случаев более ответственно относиться к найму персонала. Не всегда вот то, что дешево, это хорошо, так, и вот эти вот случаи как раз это все показали. Спасибо, Айсен Сергеевич. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире по номеру телефона 32-01-11. Задать свой вопрос главе республики может каждый. У нас вновь прямое подключение с города Якутска. На связи наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер, Айсен Сергеевич, добрый вечер, уважаемые коллеги. Сейчас мы с съемочной группой находимся в гостях у семьи Постниковых, где в начале этого года родился пятый долгожданный ребенок. В целом семья многодетность считается еще с 2012 года. Рядом со мной стоит хозяйка семьи Графена Гаврилевна, и она лично хочет вам, Айсен Сергеевич, задать свой вопрос от имени всех многодетных семей региона, в том числе свой личный вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. Да, мы слышали, был указ насчет, ну вот, для многодетных семей, да? Хотелось бы уточнить, когда именно начнутся эти выплаты, и вот приданные с роддома мы до сих пор не получили, второй месяц ждем. Хотелось бы узнать, спасибо. Спасибо за вопрос. В пользу сущим хочу вас поблагодарить за то, что вы родили уже пятерых детей, пятерых замечательных детишек, граждан нашей Якутии, нашей России. Это на самом деле очень важно, очень нужно, чтобы детей в нашей стране было больше. К сожалению, сегодня страна у нас находится в так называемой демографической яме, когда число рождений сокращается, население поэтому становится меньше. Даже вот нашей Якутии, которая всегда традиционно отличается высокой рождаемостью и всегда мы говорили о превышении рождаемости над смертностью, у нас, к сожалению, вот по 2018 году на 2000 детей родилось меньше, чем в 2016 году, например. Это очень тревожный такой сигнал и это как раз говорит о том, что мы тоже, к сожалению, как и вся страна вот в эту яму уже сейчас вступили. И вот как раз, когда видишь такие многодетные семьи, всегда возникает желание помочь, поддержать. И недаром и президент нашей страны сейчас объявил одну из таких приоритетов, поддержку многодетных семей. И у нас в республике вот мной указ подписан, по нему по первому ребенку у нас выплата 33 тысяч рублей, по второму ребенку это региональный материнский капитал порядка 130 с лишним тысяч рублей и по третьему ребенку 34 тысячи рублей практически. Ну, и 16 тысяч рублей выплачивается уже, 17 тысяч рублей выплачивается до достижения трех лет. на третьего и последующих детей. Выплаты у нас должны с 1 мая происходить, решение правительства такое принято. Я думаю, что там никаких задержек не будет, потому что деньги в бюджете как раз у нас на эти цели предусмотрены. Что касается приданного пара дому, я думаю, что после сегодняшнего прямого эфира вопрос гораздо быстрее решится. Спасибо, Асене Сергеевич. Благодарим семью Постниковых за вопрос. Сейчас вновь перенесемся в колл-центр. Там работает наша коллега Оксана Устинова. Спасибо, Алена. Как вы видите, специалисты нашего колл-центра не перестают принимать вопросы от наших телезрителей. Но свои вопросы вы можете задать по номеру 3201-11. А у нас есть следующий вопрос. К нам дозвонилась Наталья Ксенофонтовна Данилова. Давайте послушаем ее. Наталья Ксенофонтовна. Здравствуйте, Асен Сергеевич. Меня зовут Наталья Данилова. Я из родительского комитета речевой школы. Вот наши дети до сих пор учатся в старых деревянных зданиях 60-70-х годов постройки. Школа, тем не менее, переполнена, поскольку детей с речевыми нарушениями становится с каждым годом все больше и больше. И вот у меня такой вопрос. Когда же начнется строительство единственной в республике коррекционной школы для детей с тяжелыми нарушениями речи, и можете ли вы взять вопрос строительства под свой непосредственный контроль, так как строительство речевой школы с 2012 года все время переносится из года в год. Спасибо. Спасибо за вопрос. Конечно же, состояние речевой школы, ее здания не выдерживают никакой критики, они уже давно аварийны. У нас по Якутску сегодня здания коррекционных школ, к сожалению, остались аварийны. Это речевая школа, которая на республиканском уровне, также здания 4-й и 34-й коррекционных школ городских. Мы достаточно много на эту тему советовались, смотрели, за счет каких источников можно более быстрыми темпами это начать, тем более по речевой школе есть уже проектно-сметная документация. Правда, к сожалению, она сделана на меньшее количество детей, нежели чем уже сейчас по факту учатся в этой школе. В свое время такое решение было принято. Вместе с тем, еще раз говорю, проектно-сметная документация уже имеется. И вот мы последний мой разговор на эту тему с Арданой Владимировной, которая как раз ко мне приходила по вопросам дальнейшего строительства образовательных учреждений, мы решили, что четвертую и тридцатьчетвертую коррекционную школы город будет отдавать на уровень республики, на республиканский уровень. И мы вот все три коррекционные школы одновременно должны будем построить с тем, чтобы ввести их уже, надеюсь, до конца 2021 года по программе государственно-частного партнерства. Асин Сергеевич, кстати, о государственно-частном партнерстве. Вот проект группы ВИС в Якутске реализуется быстрыми темпами из 12 крупных социальных объектов, 8 уже сданы, еще 2 детских сада, школа и дворец искусства имени Гагарина обещают ввести до конца этого года. В то же время некоторые наши коллеги-журналисты считают, что этот проект очень дорого обходится бюджету, его стоимость завышена. Вот вы, как инициатор этого проекта на посту мэра, что скажете? Вы знаете, конечно, хорошие вещи дешевыми не бывают. Так раз. Во-вторых, коллеги, если бы в 2015 году вот я не убедил Егора Фанасьевича Борисова, и на самом деле я его всегда за это благодарю, за то, что он тогда меня поддержал, хотя большая часть правительства была против. Вот поддержать этот проект мы бы сегодня имели бы в школах, особенности в школах, но и в том числе и в детсадах города Якутска вообще тяжелейшую ситуацию. Мы уже сегодня переходили бы в порядок школ уже на третью смену. Потому что благодаря именно этому проекту мы сегодня уже имеем как бы понимание того, что все-таки 25-я школа уже вступает в действие. Они когда-то уже у нас построены, чтобы там не говорили, что надо было сразу две школы строить. Ну, какие возможности были, мы на то и пошли. Они когда-то построены, у нас шестая школа построена, и там вот пишут, что, мол, газовую трубу только сейчас нашли. До самого начала было во всех договорах прописано, что эту газовую трубу город должен перенести. Другой вопрос, что в 2018 году должны были перенести, но то ли все там выборами занимались, потом одна команда выборами занималась, потом другая пришла во власть, ходила, в итоге год прошел, не перенесли, в этом году перенесут. Ну, и с 1 сентября дети пойдут в шестую школу, там уже абсолютно красивую новую. Арктическая школа будет построена и введена, куда тоже, опять же, дети города Якутска пойдут. Новые детские сады появились там, понимаете, пять детских новых садов, некоторые с бассейнами, там на прекрасном, даже не российском, на мировом уровне построены детские сады, даже, причем не только в городе, но, например, даже в Сырдахе, это на самом деле огромный шаг в социальной сфере города. Мы бы вот эти объекты за счет республиканского бюджета никогда бы в ближайшие годы не построили. Республиканский бюджет 16-го, 17-го, 18-го годов, он как раз, как раз был бюджетом очень с малым наполнением инвестбюджета. Никто бы там на городе Якутск там по миллиарду, по 2 миллиарда в год не давал бы. Естественно, мы вот пошли на этот проект ГЧП, он на самом деле не дешевый, но сказать, что он супердорогой, я тоже не могу. И расплачиваться же мы с ним будем ни сегодня, ни завтра, это он идет на период до 10 лет. Я считаю, что это вполне нормально. И как показывают, опять же, почему в мире государственное частное партнерство достаточно активно в том числе в социальной сфере реализуется. Потому что, как показывают оценки экономические, вот от того, что школы появились у нас сегодня, а не через 10 лет, социальная эффективность вот этих бюджетных инвестиций, она на 25% больше, нежели, чем мы бы их строили даже при наличии денег там по порядку, по очередности. Мы же школы и детские сады сегодня получили. Наши дети уже сегодня туда ходят или вот пойдут уже с 1 сентября. И эта эффективность, конечно, она для города Якутска, по крайней мере, точно гораздо выше, нежели, чем мы там за счет бюджета по одной школе в год, по одному детскому саду в год строили бы там еще 5 лет, и то в случае наличия бюджетных средств, а их-то нет. И поэтому я считаю, что проект очень хороший, очень важный, очень нужный, реализован, и мы в дальнейшем будем его также масштабировать. Что касается вот этих коррекционных школ, то мы группе ВИЗ предлагали, но она их рассмотрела, она пока все-таки воздерживается от них, мы их будем реализовывать уже с другими партнерами, в том числе с привлечением вот крупнейших российских банков, таких как Сбербанк, вот по их методике. Ну а ВИЗ, в принципе, по другим проектам, которые мы хотим здесь в Якутске реализовывать, он готов работать, тем более за эти коды, он из одного из лидеров, там, который входил тогда в пятерку по ГЧП в России, он сейчас стал лидером, у него объем вот портфеля заказов уже под 2 триллиона рублей, если я не ошибаюсь, так огромная сумма вот тех заказов, которые группа ВИЗ по всей стране выполняет, поэтому это супернадежный такой партнер, который уж если взялся, то точно построит. И мы не скрываем, что в том числе и по Ленскому мосту он тоже является одним из тех, кто вот сейчас в консорсии с крупнейшими российскими и международными компаниями тоже хочет участвовать в этом конкурсе. Спасибо за ответ. Мы продолжаем нашу прямую линию. Сегодня много вопросов касаются темы здравоохранения, в частности, онкологии. И до нас дозвонилась Наталья Олеговна Чумилина. Послушаем ее вопрос. Добрый вечер. Наталья, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Хотелось бы задать вопрос о наболевшем. Мы все знаем, что с вашим приходом начались подвижки в борьбе с онкологией. У нас открылся после ремонта радиология. Республиканский онкодиспансер переехал в более приспособленное для этого здание. Кроме того, мы видели, что вы с супругой лично сдали кровь на маркеры. И вот хотелось бы уточнить, действительно ли в любой больнице можно сделать это бесплатно? Как долго продлится акция? И будет ли у нас в городе Якутске построен современный онкодиспансер? Спасибо большое. Спасибо. Вопрос, конечно, крайне важный, потому что, к огромному сожалению, количество онкологических больных и у нас в республике, и в целом в стране, да и в мире, на самом деле, с каждым годом больше и больше. Рак – это как раз болезнь 21 века, как ее называют. И ее раннее выявление на самом деле имеет огромное значение. С этой точки зрения мы, к сожалению, Республика Саха-Якутия занимаем пока позорное второе место по выявлению, позднему выявлению рака. Мы предпоследние в стране. И именно в результате этого у нас достаточно большая смертность. Потому что одно дело, когда рак, его там начало выявляется на первой, на второй стадиях, и одно дело, когда это выявляется, когда уже третья, а не дай бог уже четвертая стадия. У нас таких случаев, к сожалению, много. Еще раз говорю, мы 80, там вот четвертые в стране из 85 субъектов. И для того, чтобы все-таки мы как граждане все-таки о своем здоровье думали в первую очередь сами, мы такие вот акции начали проводить. Впервые в этом году с 13 апреля по 13 мая на самом деле в онкодиспансере, в других больницах города, в поликлиниках районных, везде можно эти онкомаркеры сдать бесплатно. На самом деле очереди большие очень, мне практически каждую неделю докладывают, но всех стараются обслужить, все анализы взять, обработать. И вы знаете, вот я вчера как раз получил данные свежие, да, у нас получается, что там уже почти 25 тысяч человек по республике прошло, как раз по этой акции, так, получили свои данные, результаты, и выявляемость по онкологии составила 1,3%, 1,3%, когда, как при диспансеризации обычной, у нас результат 0,4%. То есть она, вот эта акция дает гораздо более эффективные результаты, нежели чем просто диспансеризация. То есть то ли люди там уже что-то подозревают, то ли просто вот на самом деле вот эта акция дает так, но это уже говорит о том, что это абсолютно эффективно, потому что, ну, что такое пока 1,3% это около 300 с лишним человек. Значит, 300 с лишним человек сейчас получили шанс на то, что их болезнь на ранних стадиях выявлена, они получат соответствующее лечение и, естественно, смогут эту болезнь преодолеть. Если бы даже ради одной жизни стоило эту акцию затевать, мы бы ее сделали. А тут уже сегодня речь идет о 300 с лишним людей, которые вот уже какую-то предварительную информацию получили о возможности такого заболевания и уже сегодня реально занимают своим здоровьем. Поэтому, конечно, такие акции надо будет делать. Что касается онкодиспансера, вот его второй очереди так называемой, мы сейчас активно работаем с Федеральным Министерством Здравоохранения, мы получили положительное заключение федеральной госэкспертизы, мы прошли бюджетные проектировки Минздраве, вот сейчас работа идет по включению нашего объекта на финансирование из федерального бюджета в 2020 году. Вот я недавно с министром здравоохранения Вероникой Евгения Скворцова разговаривала, она дает гарантии, что этот объект у нас обязательно будет включен. А в этом году мы как раз на те деньги, которые в республиканском бюджете были заложены на 500 миллионов рублей, работу продолжим как раз по дальнейшему строительству как раз второй очереди антологического диспансера. К нам поступает очень много вопросов, и сейчас с нами на связи из Тампонского района Светлана Игнатьевна Томская. Добрый вечер, Светлана Игнатьевна. Ваш вопрос, пожалуйста. Светлана Игнатьевна. Светлана Игнатьевна. Светлана Игнатьевна. Светлана Игнатьевна. Он на сахар учетин промышленности или нет ха-чу их тарадуа. Мактал. Спасибо. Вопрос касается как раз Нежданинского месторождения в Тампонском районе. Я там ровно неделю назад был, летал туда, смотрел, как идет работа по освоению его, и вот высказывает вопросы, как все-таки будут решаться вопросы эффективного экологического природопользования, как будут привлекаться местное население для этих работ в этой компании. Хочу сказать, что, на мой взгляд, чем крупнее компания, чем она публичнее, тем более она ответственно относится к вопросам экологии. И любое какое-то нарушение экологическое, оно рассматривается на достаточно высоком уровне, а стандарты экологические, в принципе, у всех компаний крупных сейчас на очень высоком уровне. С этой точки зрения, я считаю, что нам республике повезло, что после восьмикратной смены собственников на Нижданинском месторождении, начиная с 90-х годов, сегодня пришла туда одна из крупнейших компаний мира, полиметал, которая занимается как раз добычей золота. Планы у них очень хорошие, но мало того, что у них планы, они сегодня уже реально ведут работы по подготовке к освоению месторождения. Строится дорога, которая никогда там не строилась, от пайка, от федеральной дороги на месторождение. Сегодня уже построены новые общежития, комфортные для работников, уже ведется там разметка карьеров, то есть работа идет очень активно, и у меня есть полная уверенность, что в 21-м году реально ГОК там будет построен, обогатительная фабрика, и работы там уже начнутся по добыче золота, в промышленных объемах запасы неждоинского месторождения одни из крупнейших в России. Они составляют порядка 400 тонн, а добыча намечается на руднике порядка 5 тонн, то есть мы на 80 лет примерно получаем возможность прогнозировать работу этого предприятия на очень таком высоком уровне. Это, конечно, даст резкий рост по добыче золота и для республики, ну и для Тампонского района, при этом, конечно же, сегодня уже 30% тех, кто там работает, это уже жители Якутии. В дальнейшем компания намерена эту численность 100% только увеличивать. Уже сегодня у них есть заказы на Хандекское горное училище, для того, чтобы они специально для них готовили специалистов. Предложение есть у собственников, чтобы мы готовили для них специалистов и других наших колледжей. очень хорошие подходы в части дальнейшего социально-экономического сотрудничества с республикой, с Тампонским районом. Поэтому я еще раз говорю, что я очень надеюсь, верю, что в 2021 году этот крупнейший объект будет построен и он, конечно, будет являться таким, знаете, образцово-показателем для золотодобывающей промышленности. Ну и, конечно же, он послужит таким, знаете, возможностью для дальнейшего привлечения нашей молодежи в промышленность. Вопрос крайне важный. Мы ставим задачу 20 тысяч новых рабочих мест промышленности высокоплачиваемых должно быть создано для местных кадров вот у нас в Якутии. И здесь и у нас и Министерство образования работает в этом направлении, Комитет по занятости вот сейчас практически со всеми отраслевыми, ну, крупными компаниями встречается. Я непосредственно со всеми собственниками этих компаний, руководством компании тоже провел уже личные беседы. Ну и по мере возможности многие наши общественные организации тоже поддерживают. тот же конкурс, который Вячеслав Анатольевич Штуров, наш второй президент, проводит в рамках движения «Я инженер» он тоже на самом деле четко заточен на то, чтобы привлекать местное население в промышленность, местную молодежь. И победители этого конкурса на самом деле сегодня в очень многих уже компаниях на ведущих инженерных должностях работают. То есть я считаю, что вот это такой вот пример как раз, когда уже и общественные организации помогают вот этому движению. Это тоже, на мой взгляд, крайне важно для общего нашего успеха. Спасибо, Айсен Сергеевич. Следующий вопрос к нам поступил из Мегина Конголасского Улуса. До нас дозвонился Юрий Борисович Пугачев. Здравствуйте, Юрий Борисович. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Айсен Сергеевич. У меня такой вопрос. Какой вопрос от СМЭ? Хотелось бы знать, когда начнутся пассажирские перевозки с поселка Нижний Бестяк по железной дороге, потому что так хочется, чтобы они начались пораньше. Сейчас начинается пора отпусков и хотелось бы воспользоваться этим транспортом. Спасибо за внимание. Спасибо. Я, знаете, думаю, что уже этим летом вы сможете этой возможностью воспользоваться. У нас сейчас идут работы в основном такого, знаете, нормотворческого характера в части работы железных дорог Якутии с российскими железными дорогами по согласованию тарифа, по прохождению различных согласований, в том числе в федеральных органах власти. Уверен, что в начале августа, может быть, даже в конце июля уже так, у нас пассажирские поезда уже официально будут поставлены в график движения российских железных дорог, и они уже со станции Нижний Бестях уже направятся в сторону, вот как вы сказали, тех мест, где якутяне будут отдыхать. Мы принимаем наш следующий вопрос на этот раз из Верхоянского района к нам дозвонилась Слепцова Нина Христофоровна. Нина Христофоровна, мы вас слушаем. Здравствуйте, Айсен Сергеевич. Меня зовут Нина Слепцова. Звоню с полюса холода с Верхояния. Мы слышали, что вы отменили налоги для жителей Арктики. Коснется ли это нас и других северных улусов, не признанных арктическими? Спасибо. Спасибо. Но я вот так немножко задумался, потому что все-таки у нас то, что у нас два полюса холода, Верхоянский и Аймекон, оно всегда какой-то когнитивный диссонанс вызывает. Вместе с тем, касаясь полюса холода, хочу сказать, что мы вот сейчас придумали наши общественники очень интересный проект. И мы его поддержали. Мы хотим, чтобы каждый год несколько команд искателей, скажем так, снабженных одинаковой аппаратурой, искали самое холодное место. То есть, грубо говоря, там в начале января, в конце декабря выезжают команды где-то между Верхоянским и Аймеконом и ищут, измеряют температуру. И вот кто найдет самое холодное место, тот будет царем холода на планете, ну, например, на 2020 год. Мы готовы сделать реалити-шоу. Нет, мы хотим, чтобы на самом деле эта идея о том, что она может привести к тому, что возникнет очень хорошее реалити-шоу международного уровня. Я вот с кем не разговаривал на эту тему в Москве, вот со своими друзьями из-за рубежа, все просто в восторге, все считают, что имеют прекрасные шансы на то, чтобы года через два, через три стать таким крупнейшим реалити-шоу, и которое будет в том числе привлекать туристов. Ну, еще раз говорю, что вопрос крайне интересный, и с точки зрения развития туризма, мы обязательно его должны будем развивать. Что касается вот того вопроса, который сейчас задавали, то, конечно же, я осознанно абсолютно принял решение об обнулении налогов на имущество физических лиц, на земельный, на транспортный налог для жителей Арктики, потому что я считаю, что мы должны не просто словами, а какими-то делами все-таки давать стимул людям оставаться в Арктике, жить там, и показывать, что государство о них думает, и государство о них заботится. Такое решение улыбнуло и принято, дано сейчас поручение в адрес правительства подготовить эту законодательную инициативу внести в государственное собрание, ну и депутаты Илтуман, вот на встречах все они выражают единогласно поддержку данной моей законодательной инициативе. Более того, и на федеральном уровне многие коллеги уже как бы считают, что и в своих регионах такие решения будут принимать. При этом для Якутии мы, конечно, это решение распространим на все 13 регионов, которые у нас считаются арктическими. Мы знаем, что вот у нас в российскую арктическую зону пока входит, к сожалению, только 5 районов, которые примыкают непосредственно к Северному Ледовитому океану. А 8 не входят. Так мы у себя внутри республики их отнесли к арктическим. Но вот на все эти 13 районов это решение будет распространяться. И это я сразу говорю. При этом, конечно же, мы ведем большую работу по решению проблемы, вот которой я сказал, что 8 районов у нас не входят в арктическую зону России. Я с этим вопросом обращался уже к Юрию Петровичу Трутневу. Этот вопрос республика поднимала свыше 10 лет о том, чтобы включили так. К сожалению, не безуспешно. Но вот сейчас Юрий Петрович нас поддержал. Ряд федеральных министерств тоже поддержал. И мы сейчас на стадии подготовки указа президента нашей страны, потому что этот вопрос решается только через указ президента. И я очень надеюсь, что такой указ появится. И вот жители наших 8 наших арктических районов станут уже жителями арктических районов по российским всем требованиям. Мы продолжаем принимать звонки от наших телезрителей и радиослушателей. А следующий вопрос поступил к нам из Нижнеколымского Улуса. С нами на связи Людмила Гавриловна Романова. Людмила Гавриловна, ваш вопрос, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемый Асен Сергеевич. Здравствуйте, сотрудники национальной обещательной компании. Я учитель Колымской национальной среднеобразовательной школы имени Николая Иванова Заврата. Зовут меня Людмила Гавриловна Романова из села Колымска имени Колымского района. Суть моего обращения в следующем. Мои коллеги обращались в Федеральную службу по труду и занятости Республики Саха. была проведена в нашем районе внеплановая проверка по начислению заработной платы за 2018 год, в ходе которой были выявлены нарушения методики расчета оплаты труда сотрудников нашей школы. Роструд обязал централизованную бухгалтерию произвести перерасчет заработной платы и компенсационный выплат за указанный период. Действия директора школы по нашим субъективным взглядам совершены директор Галина Алексеевна Кемли исполнила в полном объеме все предписания и в срок. Со стороны же руководства муниципального управления образованием к сожалению мы наблюдаем бездействие и поэтому пребываем в некотором замешательстве. Мой вопрос в следующем. Нас уверяют в бухгалтерии управления образования что наблюдается тенденция предстоящего снижения размера оплаты труда. Правомерно ли? Большое вам спасибо с предстоящими праздниками вас всех. Всего доброго. Спасибо Людмила Гавриловна. Вас также с праздниками предстоящими. Я что хочу сказать вопрос на самом деле непростой. Я не скажу что плотно с ним знакомился но в той документации которая мне вносится я помню видел что по Нижнеколымскому району на самом деле как вы правильно сказали есть определенные нарушения в части начисления заработной платы. Давайте мы так договоримся что если вы считаете что на месте управления образования вопрос до конца не решило я направлю к вам сотрудников работников министерства образования в командировку чтобы с выездом на место оказали ну во-первых решили данный вопрос до конца а во-вторых оказали методическую помощь и управлению образования Нижнеколымского УЛУСа а также ну и с вами и с коллективом встретились тоже поняли все-таки в чем на самом деле вы считаете до конца вопрос не решен с тем чтобы на самом деле права учителей школы были полностью защищены спасибо спасибо нашему колл-центру а к этой минуте у нас прямое подключение из Москвы наш корреспондент Максим Кордозу в прямом эфире Максим добрый день по Москве вам слово добрый вечер Асен Сергеевич приветствуем вас с площадки перед легендарным зданием Московского госуниверситета кстати где учатся и наши земляки а вообще за пределами республики учатся больше тысячи якутян и это будущие специалисты в самых разных областях правда у этих ребят есть вопрос будут ли они востребованы в Якутии после окончания обучения рядом со мной находятся студенты центровузов и среди них Артем Инхеев он студент дипломатической академии при МИДе и Артем хочет задать вам вопрос здравствуйте Айсен Сергеевич возвращаясь в родную республику на каникулы мы видим большие позитивные изменения и это не может не радовать в свою очередь мы хотим сказать что мы также готовы участвовать и работать на развитие нашей родной Якутии но глядя на пример наших старших товарищей мы видим что возникают определенные трудности при трудоустройстве и поэтому хотелось бы выразить актуальный вопрос не только для студентов обучающихся по целевой программе но и для студентов которые обучаются вообще вне республики поэтому Айсен Сергеевич какие на ваш взгляд профессии будут нужны Якутии и что ждет студентов обучающихся по целевой программе после окончания вузов спасибо большое спасибо за вопрос на самом деле конечно мне очень приятно что сюжет сняли рядом с главным зданием Московского госуниверситета где я в прямом эфире где я будучи студентом ну 6 лет прожил так прекрасные студенческие годы на самом деле я считаю что ребятам беспокоиться не о чем так Якутия сейчас очень активно развивается мы реально сегодня не то что развиваем те или иные отрасли экономики мы создаем новые отрасли экономики вот тот же жатайский судостроительный завод который раньше был да и сегодняшний жатайский судовик это абсолютно разные компетенции абсолютно разные подходы абсолютно разные предприятия и туда нужны например люди уже совсем новыми компетенциями так мы их будем обучать ну и как раз те кто сейчас по этой тематике учатся инженера и так далее они востребованы будут та же айти отрасль да вот сегодня мы были тоже нехватка у нас уже людей в айти отрасли у нас будут развиваться новые креативные индустрии мы намерены на самом деле в этих направлениях выходить совсем на новые рубежи в том числе вот и мы видим успехи нашего кино кстати пользуясь случаем хочу поздравить вот наш кинематограф вообще жители Якутии с тем что очередной фильм из Якутии у нас на московском кинофестивале представлял Россию и получил приз зрительских симпатий по моему на всех международных кинофестивалях это один из самых таких ну важных да может быть не с точки зрения там ну вот иерархии да но очень важных с точки зрения реального положения дел призов так мы его второй и второй раз уже вот за два года один раз в год один в прошлом году гран-при в этом году приз зрительских эмпатий это для якутского кинематографа очень много и мы понимаем что кинематограф наш мы обязаны дальше развивать и вот так смотря вот еще раз говорю по всем отраслям пройтись везде нам нужны новые кадры люди которые имеют новые компетенции новые знания ну и конечно единственная просьба к ребятам нашим чтобы они вот там находясь в Москве очень хорошо учились это на самом деле звучит банально но чем лучше вы сейчас учитесь чем больше вы сейчас новых знаний получаете тем больше вы будете востребованы вот это я вам обещаю вот еще раз говорю если вы будете профессионалом если вы будете приходить сюда в Якутию с хорошими знаниями у вас все здесь получится у вас будет зеленый такой зеленый свет по жизни так я сам как выпускник Московского университета человек который в Москве учился и считаю что вот если у тебя цели хорошо поставлены то на самом деле очень фундаментальное образование которое можно получить в лучших вузах страны оно всегда тебе помогает по жизни спасибо Айсен Сергеевич спасибо Максим напомню на прямой связи из Москвы был наш корреспондент Максим Кордозу ну а сейчас к нам вновь подключается кулцентр где работает наш коллега Оксана Устинова спасибо Алена ну а у нас есть следующий вопрос и его задает житель Хангаласского Улуса Василий Александрович Васильев добрый вечер мы вас слушаем здравствуйте Айсен Сергеевич Хангаласского Улуса представитель молодежи в последние годы много говорится о развитии туризма но наш главный туристический объект Ленские столбы не развивается уже много лет будет ли там что-то меняться спасибо спасибо ну Василий я все-таки с вами не соглашусь да то что Ленские столбы у нас не развиваются наоборот я считаю что за последние годы о Ленских столбах наверное весь мир уже узнал узнал самых разных сторон начиная вот шедевра природного такого человечества заканчивая тем что сейчас наши ребята снимают выпускают как стена из игры престолов мне кстати в Москве многие говорили оказывается у вас там в Якутии стена есть настоящая как-то поехать и так далее и конечно же Ленские столбы это наша гордость я очень рад что благодаря той поддержке опять же которую оказана была Дмитрий Анатольевич Медведев премьер-министр страны сейчас уже вышло 19 апреля решение правительства страны о создании федерального бюджетного учреждения национальный парк Ленские столбы это вот первый такой национальный парк реально на территории Якутии и с солидным финансированием ну порядка там каждый год по 45 миллионов будет из федерального бюджета направляться на содержание Ленских столбов уверен что инфраструктура соответствующая конечно будет улучшаться там у нас были вопросы принципу причалом и так далее но еще раз говорю мы уверены что это будет идти вперед хорошее развитие получат при помощи федерального бюджета ну а конечно наше дело это вот жители Якутии сохранять охранять Ленские столбы так у нас там то не год то пожары иногда бывает даже очень обидно когда идешь там мусор кто-то бросает и так далее но вот все-таки мы свою природу должны сами охранять вот сохранять и об этом я сегодня тоже с людьми разговаривал иногда бывает такое чувство что вот у нас природу только природопользователи вот эти промышленные компании нарушают а мы все-таки чистенькие и пушистенькие да ну вот ряд сюжетов был по реке Лена вот как раз зимой ну что у нас там вот как раз из проруби выходит и так далее какие отходы сбрасывает и Жатай и Якутск и Табага и так далее да ну кто это какие здесь у нас внедропользователи да это мы с вами все жители города Якутска и близлежащих наших поселков это все творим так поэтому надо все-таки самим тоже этой части очень активно перестраиваться и это не только Якутск это вообще в целом всех нас касается и селян и горожан и работников промышленных предприятий и работников сельхоз природа это самое главное то что нам дано свыше и мы ее обязательно должны сохранять должны ее охранять ну а к нам на прямую линию дозвонили сезюзианского улуса с нами на связи Вера Ивановна Горохова здравствуйте Вера Ивановна мы вас слушаем ваш вопрос пожалуйста Вера Ивановна спасибо Вера Ивановна за вопрос на самом деле этот вопрос перекликается с тем который в начале был в том что к сожалению дети у нас из малокомплектных школ из таких вот далеких северных школ к сожалению даже при наличии природных каких-то данных в силу того что школьное образование дается им в усеченном виде так они лишаются всяческих перспектив дальнейшего развития не поступают в вузы хотя могли бы может быть даже в лучших московских вузах обучаться и как раз пример Советского Союза когда дети обучались в специальных интернатах и в районных центрах и в городе Якутске даже так это как раз Вера Ивановна считает что это был положительный опыт надо бы его развивать конечно может быть в таком виде как он был в Советском Союзе мы сейчас и не сможем уже создать потому что тоже строительство интернатов и так далее содержание их это на самом деле колоссальные средства и для муниципальных районов они во многом неподъемные но вот финансирование именно самих непосредственно родителей за счет бюджета для того чтобы они могли детей направлять в те же районные центры и так далее это я думаю что вполне возможно что касается работы с одаренными детьми то у нас Международная Арктическая Школа откроет свои двери 1 сентября 2020 года они дети уже смогут туда пойти учиться 1 сентября 2020 года до этого времени там набор подготовка и так далее будут идти и в том числе конечно мы будем набирать туда одаренных детей со всей республики это вот наш подход который мы обязательно будем добиваться в систему вообще подготовки и помощи под одаренным детям у нас будет также и по линии Малой Академии Наук идти у нас сейчас новое здание Малой Академии Наук строится по нашей договоренности это строит нефтяная компания Роснефть мы соглашение на этот год тоже переподписали там достаточно серьезные средства и надеемся в следующем году уже этот объект вступит на настрой также будет дополнительное финансирование со стороны фонда будущих поколений чтобы оснащение этого здания Малой Академии Наук соответствовало лучшим мировым стандартам такое решение мною тоже принято вот и сегодня также принято решение о поддержке со стороны федерального бюджета строительства детского лагеря Полярная Звезда в Табаге под Якутском который будет круглогодичного типа и это будет первый пример как раз частного такого частной инициативы которая будет поддержана со стороны федерального бюджета и этот лагерь будет круглогодичным для всех детей республики Я считаю, что тоже такой хороший у нас там центр возникнет, опять же, для работы с одаренными детьми. И вот у нас в Перспективе вырисовывается такой хороший кластер по республике, который будет сосредоточен здесь у нас в Якутске и в Акчемсах. Это Малая Академия Наук, это круглогодичный центр отдыха детей, это Высшая Школа Музыки и это Международная Артическая Школа. Я уверен, что вот это как раз их симбиоз, их дальнейшая работа, они позволят уровень работы с одаренными детьми вывести вообще на другой, абсолютно высокий, даже не российский, а международный уровень. Вот планка у нас такая стоит. Спасибо, Айсен Сергеевич. Ну а я хочу отметить, что за время прямого эфира к нам в колл-центр поступило более 300 вопросов. И к этому времени я предлагаю принять наш крайний телефонный звонок. К нам дозвонился ученик 4-го класса средней общеобразовательной школы номер 33 города Якутска Володя Швец. Володя, добрый вечер, мы тебя слушаем. Пожалуйста, твой вопрос. Здравствуйте, Айсен Сергеевич, меня зовут Вова Швец. Ну, я знаю, что Вы очень много работаете, но у Вас есть свободное время и как Вы его проводите? Спасибо за вопрос, Володя. Ну, на самом деле, конечно, к огромному моему сожалению, в свободное время не мало. Раньше, вот когда я работал главой города Якутска, я думал, что времени совсем нет. Сейчас я понимаю, что оно вообще исчезло свободное, практически. Вместе с тем, конечно, я вот сейчас, наверное, еще больше понимаю, что такое семья, вот ценность общения с семьей, вот с младшей моей дочкой, там, с женой, для меня сейчас многократно возросли, потому что я с ними, ну, к сожалению, провожу крайне мало времени. Вот, тем более, у них достаточно, ну, много разных других занятий, так, и вот мы проводим очень мало времени, поэтому для меня вот ценность общения с семьей, конечно, очень большая. Вот, ну, а по мере возможностей я, конечно, на природу выезжаю, стараюсь, там, вот скоро охотничий сезон начнется, так, с чем всех мужчин Якутии поздравляю. И надеюсь, что война всех будет сопутствовать в мае, в июне месяце. Александр Сергеевич, ну, совсем скоро вся страна отметит самый главный праздник, День Победы. Следующий год будет юбилейным. Вот как республика готовится к этой дате, и что лично для вас значит этот праздник? Ну, для меня, как и для многих миллионов наших сограждан, россиян, это, конечно, вот, как правильно сказали, главный праздник. Это праздник, который выстрадала наша страна путем огромных, миллионных потерь. Мы принесли мир и свободу, на самом деле, всему человечеству. И для меня, как человек, который вырос как раз в окружении фронтовиков, у меня дед воевал, и многие родственники воевали, так, я, конечно, вот, подвиг этих людей, чем дальше, тем больше понимаю. Вот, и этот святой праздник, мы его обязательно должны провести на самом высоком уровне. Я лично возглавил Оргкомитет Победы, вот, сейчас план мероприятий по 75-летию Победы у нас уже практически сверстан. Мы, вот, с 9 мая этого года до 9 мая следующего года объявим специальный год, посвященный великому юбилею. Так, и, конечно, будут проведены многие мероприятия, но самое главное, вот, я об этом думаю, что и все якутяне будут этим руководствоваться, мы должны, конечно, теплом и заботой окружить тех участников войны, тех людей, которые участвовали в работе в тылу и так далее. И, конечно, вот эти годы, вот этот год любовью и заботой, их, к сожалению, осталось очень мало, живых, так, и, конечно, вот, каждый день, который они проводят вместе с нами, это для нас большое счастье должно быть. Но и оно должно быть также и для них большим счастьем, то, что люди о них помнят, люди о них заботятся. И я вот призываю всех якутян, на самом деле, в этот год провести как раз с мыслями об этом, о том, что мы, на самом деле, все в неоплатном долгу перед теми людьми, которые нам Победу это принесли. Спасибо, Истин Сергеевич. Ну, а завершая наш эфир, предлагаю ответить на пару коротких вопросов, которые задают нам в социальных сетях. Ну, и первая из них, это большая ли разница быть главой Якутска и главой республики? Большая, наверное, не разница, так, а большая ответственность, большая ответственность. Вот это точно. Сколько часов в сутки работает глава республики? Вы знаете, я на этот вопрос, по-моему, где-то уже отвечал. Я вот заступил на свою вахту 27 сентября, когда принес присягу так, и уже с тех пор практически работаю безостановочно. В любое время я при исполнении своих служебных обязанностей. На пять лет. Ну, и следующий вопрос. По WhatsApp угляет ваша фотография, сделанная в московском метро. Вот расскажите, как вы там оказались, спрашивают. Вообще, я, конечно, удивляюсь, да, как вот такие моменты кем-то подмечаются, потом из этого создаются определенные мемы, да. На самом деле, я просто, ну, посмотрел по гуглу, что ехать по Мясницкой из Паспреста, там не надо было в администрацию президента, там пробка, я буду добираться 50 минут, так, а совещание начиналось там через 30 минут, так. Ну, а на метро там 15 минут и еще 10 минут пешком, так. Ну, почему? Я в чем не привыкать, что ли, в метро ездить, так. 55 рублей заплатил, спустился и поехал, так. Но я видел, что там вот несколько каких-то молодых таких людей, более такого, знаете, журналистского типа стояло, так. Ну, наверное, вот они сфотали и отсюда пошло так. Так приходит слава. Так, три любимых праздника. Да. Знаете, вот Новый год, День Победы и Исах. Асен Сергеевич, ну и лучшее, что есть в вашей жизни, спрашивают. Семья. Ну что ж, Асен Сергеевич, более двух часов в прямом эфире мы с вами пообщались. Огромное спасибо вам за этот откровенный разговор. Спасибо большое, Асен Сергеевич. А также я хочу поблагодарить наших телезрителей и радиослушателей за активное участие. Всего доброго. До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова